Весесовца, тогда по какой причине ты привел меня сюда сегодня, я с нетерпением ждал, когда мой младший окажет какое-нибудь персональное обслуживание, кто-то, напряжение внезапно спало, несмотря на то, что была зима, Лина Хи была одета в прозрачную блузку и короткую кружевную юбку, может быть она наполовину предвидела, почему Коншин Хек позвонил ей сегодня, ее подход теперь казался наполовину обещанной шуткой, Я еще мало что знаю о вселенной героев, но я хотел рассказать вам о ней как следует, да, я услышал основы от администратора, так что я был убежден во многих отношениях, где, черт возьми, вы распространяли это бессмысленное оружие, почему иногда ты исчезал с лица земли, давай поговорим за едой Когда Клэр переехала в ту же комнату, что и он, внутренняя структура общежития была слегка изменена, чтобы приспособить их, теперь в нем была кухня, хотя они трое, включая Виту, были из тех, кто активно готовил, и вместо этого они обычно ходили в ресторан в Унюхалл, Клэр, однако, часто готовила, когда хотела покрасоваться или когда хотела неторопливо провести время с Коншин Хеком Нет, не только это, по мере того, как они вдвоем выполняли несколько пространственных заданий, их кулинарные навыки увеличивались по мере того, как они готовили больше на улице Сегодня японский хот-дог, я приготовила много, так что ешь, сколько хочешь, Анни Это не шутка, насколько я чувствую себя виновата из-за того, что вторглась в дом молодоженов без предупреждения Глаза Линахи расширились, когда она увидела Клэр, несущую кастрюлю в милом фартуке Нахи хорошо знала Клэр, и никогда раньше вокруг нее не было такой семейной атмосферы И хотя это обидно, не показалось ли вам, что ее женское очарование стало другим, чем раньше? Коншин Хек определенно предпочитал ее Аааааа, Линахи закричала в сердцах и закрыла свое покрасневшее лицо обеими руками Клэр, которая угадала ее мысли, тепло улыбнулась Во-первых, любовь это способ изменить людей Ты так сильно изменился, ты тоже изменился Я согласен, они поели и серьезно поговорили о вселенной героев Конечно, интерес Линахи был сосредоточен на пространственных квестах Я тоже могу следить за этим Конечно, нет, это слишком опасно для тебя Но Анне, я знаю, что бывают моменты, когда это опасно Клэр горько улыбнулась Если бы не тот факт, что она могла обращаться с наноботами Коншин Хек не смог бы приводить ее каждый раз Что же, тогда вселенная героев ничего не значит Почему нет, в будущем я смогу связаться с тобой, даже когда мы будем в другом мире Да, постарайтесь набрать очки На торговой доске много редких материалов Так или иначе, среди материалов, на которые подал в суд мой младший, есть много таких, о которых я еще не слышал Линахи серьезно отнеслась к совету своих старших товарищей С точки зрения Коншин Хека, он был очень рад, что Линахи возродилась как член вселенной героев Он чувствовал, что его отношения с друзьями постепенно расширяются по мере того, как он проводил больше времени во вселенной героев Поэтому он не мог не радоваться, что они могут продолжаться без перерыва с ее присоединением Было бы неплохо, если бы Элай мог быстро присоединиться Нет, я был впереди Так почему же ты говоришь такие бессмысленные слова? Ха-ха, ты скоро поймешь мое сердце Не слишком ли рано для Линахи знать о твоих чувствах? Клэр, которая знала, что чувствовал Коншин Хек, заговорила Горячий чайник был очень вкусным И все трое быстро опустошили его Пока разговаривали, а затем прихлебывали чай Через окно в гостиной они могли видеть, как в темноте над главным зданием Шинин накапливается снег Первый снег в этом году выпал рано, в октябре, так как в этом году земля пострадала от эрозии ворот Но сейчас для этого самое время, уже декабрь Казалось, что конец света наступит примерно в мае, но пройдет еще один год Я задавался вопросом, исчезнет ли Шинин, но как мы оказались здесь Эти трое были не так уж молоды, но все равно были в восторге от падающего снега Это был поистине бурный год По сравнению с предыдущим, изменений было больше И почему-то казалось, что все прошло еще быстрее Вероятно, нет, очевидно, это было потому, что юны там не было Мы готовы? Спросил я Гильдия Шинин была сосредоточена на усилении молодых сверхлюдей И массовом производстве высококачественных артефактов За этот год все, что он сделал на земле, утвердилось само собой Коншенхек когда-то думал, что битва с Джармунгандом будет на земле Но после инцидентов в Лондоне и Германии Джармунганд Если быть точным, столкновений с главой Ермунганда больше не происходило Коншенхек смутно догадывался примерно с тех пор, поскольку события, которые произошли, произошли с предателями на человеческой стороне, которые внезапно потеряли свою связь с Ермунгандом Другими словами, атака Януса в мае была последней атакой Ермунганда, приведшей землю в равновесие Теперь, когда земля укрепилась, они могут начать контратаку, но для этого потребуется некоторое время По крайней мере, у вас не было намерения спокойно ждать до тех пор Младший, когда он собрался с духом, Коншенхек был возвращен из своих мыслей голосом Ленахи Да, завтра состоится трансляция для Гейтса класса СС, ты собираешься это смотреть? О, это было завтра, тебе действительно все равно? Потому что есть бык, вообще-то он тоже должен быть на свободе Нет, может быть это немного Ленахи покачала головой, но Клэр кивнула рядом с ним Атака врат класса СС Ладно, увидев это, он определенно почувствует облегчение Коншенхек с кивком допил остатки чая, и Клэр с нежной улыбкой снова наполнила его чашку Очевидно, она оценила его решимость Когда они обменялись улыбками, Ленахи заметила, что не может осмелиться вмешаться, и начало дуться Общение с людьми внутри ворот было невозможно Это был здравый смысл, но совместные исследования кукольника и алхимика разрушили это представление Сначала это было просто на уровне отправки дрона, который мог передавать односторонний сигнал Но с постепенным развитием месяц назад он достиг уровня двусторонней видеосвязи Клэр и Коншенхек, и без того богатые, стали смехотворно богатыми благодаря развитию этой технологии Однако единственная проблема заключалась в том, что все еще было невозможно пропустить использование духовной силы в процессе производства Так что без Коншенхека или Клэр это на самом деле не могло быть создано Другими словами, они зарабатывали деньги не на продажи технологии, а на продажи созданных с ее помощью коммуникационных дронов Но Нахи сейчас тоже понемногу чувствует духовную силу, верно? О, да, всякий раз, когда я вижу тебя, внутри что-то грохочет Я думаю, это привязанность к тебе или сексуальное желание Элай, да, нет Или оно расшлепнуло Ленахи по затылку, когда-то несла эту чушь Это была атака, смешанная с обидой за то, что она первой вошла во вселенную героев Прошло некоторое время с тех пор, как Элай тоже начала чувствовать духовную силу Поэтому я подумал, что она присоединится раньше тебя Поэтому я дал ей приблизительное объяснение Очевидно, что обсуждать вселенную героев было невозможно ни с кем Тем не менее, поскольку администратор признал Элеонору полуперспективным участником Они смутно рассказывали ей о существовании вселенной героев Но, без сомнения, Ленахи присоединилась первой Я присоединюсь к вам в течение недели Элай, не делай того, что тебе говорит администратор Удостоверение личности – это большое дело Это твой мозг, который имеет большое значение Коншенхек и его группа сидели на зрительских местах первого спортзала Где ранее произошло нападение Януса Не только они, но и студенты и преподаватели Заняли большое количество мест, и все смотрели на большой экран Установленный в центре спортзала Сцена не отражала ничего, кроме пейзажа внутри ворот класса СС Восемь членов элитной команды Шенюонг собрались, чтобы опубликовать Отснятые видео врат в режиме реального времени Когда я вижу такую атаку ворот, мне кажется, что времена изменились О, это Ахина Пэкинха, ты абсолютно верен За исключением Пэкинха и Ахина, которые были членами Батчус в масках Команда состояла только из учеников Шенен Даже тогда Пэк играл роль защитника только в случае чрезвычайной ситуации Поэтому фактическую атаку возглавили Ахина и семь студентов Похоже, никаких проблем? Я не знаю, так ли это, потому что у них есть Бэк Дети тоже неплохие Когда Ахина стала такой сильной Это была воля Коншенхека и Шенен создать команду таким образом За последние несколько месяцев Шенен прочно утвердилась под его руководством Но, в конце концов, оценка вооруженных сил проводилась не только по этой причине Это стратегическое видео должно было транслироваться не только здесь Но и по новостным каналам в каждой стране Атака на ворота класса СС, где большинство основных членов маскет Батчус были опущены Смогла бы решительно изменить существующие восприятия Ах, было бы еще более удивительно, если бы это была атака на нерегулярные ворота Но на этот раз это доказало, насколько хорошо молодые сверхлюди были обучены в Шененг И насколько отличной была их командная работа Поэтому они нацелились на хорошо известные ворота Атака продолжалась, как и предполагалось И студенты спокойно разобрались с монстрами ранга СС как группа В то время как Ахена заморозила и сокрушила монстров своим подавляющим мастерством Жизнерадостный, но твердый Любой, кто смотрел видео, подумал бы об этом Хэм, у Бека не было никаких шансов Это были маленькие ворота Которые, как известно, требовали среднего времени атаки в 7 часов Но Ахена сократила его до 3 В частности, зрелище того, как она быстро разбила монстра-босс со своим матовым двуручным мечом Было достаточно, чтобы оставить незабываемое впечатление Я сказал ей работать с командой, но она не хочет Однако результаты были не очень удовлетворительными для Каншенхека Который хотел показать способности других учеников Смотри, наверное, она хотела покрасоваться Я знаю это сердце, но наказание, это отдельно Это очень строго Когда Ленахи покачала головой Клэр заговорила с двусмысленной улыбкой Но ты можешь чувствовать облегчение от этого, верно? Да, что ж, так оно и есть Каншенхек кивнул и встал Он собирался начать следующий пространственный квест сразу после того Как подтвердит, что все закончилось Пунктом назначения была Мерба Глава 313 Администратор редко выражал беспокойство о нем Но он сделал это, когда Каншенхек подтвердил свое намерение отправиться в Мербу Член клуба Ты бы действительно этого хотел? Сейчас самое время идти В наши дни не так много пространственных квестов, которые вы можете найти Каншенхек спокойно ответил Их было немного, потому что Каншенхек быстро просматривал их Он не смог встретиться с Янусом Но он встретил и сражался со многими монстрами из Ермунганда С помощью других членов вселенной героев он смог победить и направить их Было довольно много ситуаций, которые рисковали его жизнью и жизнью Клэр Но он пообещал найти Шин Юну вместе с ней Ясно Однажды я тоже это сказал Когда это было, когда он впервые получил пространственные задания Он немного поколебался, но определенно По сравнению с тем временем моя комната сильно изменилась Он также провалил несколько пространственных заданий Но в результате усердного перемещения в течение полугода пространство Его мастерской неуклонно заполнялось Соотношение времени и реальности также увеличилось до 1.5 Вместо того, чтобы выполнять пространственные квесты Он мог бы извлечь большую пользу, оставаясь там И это было не единственное, что нужно было изменить Коншин Хек ССС Ранг Скорость синхронизации 97.5% Черта характера Королевский дракон Х Физические способности Прочность Х Маневренность Х Выносливость Х Особые способности Духовная сила Х Выключатель Х2 Умение Королевский дракон Х Бог ветра Х Космическое господство Х Темное мастерство Х Мастерство Владения Светом ССС ССС Владение Огнем ССС ССС Яд Души ССС Х Металлургия ССС Эмоции Х2 Ремонт ССС ССС За почти полгода его статус вырос до такой степени, что он едва ли получил признание в качестве VIP-члена сражающегося типа во Вселенной Героев В принципе, все участники серии сражений, принадлежащие к Вселенной Героев, были сильны, но у Вип-участников обычно были сотни или тысячи лет, чтобы достичь уровня нарушения как минимум одного стата. Хотя чертокан Шенхека скорее мешала энергии, чем обладала необузданной разрушительной силой, было бы, конечно, просто уничтожить Землю, вмешавшись в ее энергетический поток. Однако его истинная ценность заключалась в создании артефактов. Если бы кто-то вооружился всем оружием, которое он сделал, оно было бы на удивительно сильном уровне, который немного превышал средний уровень вип-членов сражающегося типа. Это все еще очень раздражает, что я недостаточно силен для Януса. Он на мгновение задумался, но потом покачал головой. Он не знал, насколько она выросла за это время, прошло полгода, но ее сила. Его силы все еще было немного недостаточно, чтобы преодолеть насилие, на которое была способна ее сила, и он также не знал, каким будет богоубийца. В Мербе, Янус не придет, я знаю, если бы я знал, где ждет Янус, я бы пошел прямо туда. Ха, Шенхек, пожалуйста, возьми меня за руку. Да, Клэр, которая никогда раньше не вмешивалась в его разговоры с администратором, напряженно вздохнула и потянулась к нему. В конце концов он заговорил с ней о Мербе. Возможно, она была напряжена не из-за тамошних монстров, а потому, что он добрался до корня самого себя. И все же пришло время выяснить это. Скорость синхронизации не улучшалась в течение трех месяцев после достижения 99,7%. Он надеялся, что со временем она поднимется естественным путем, но она была закреплена на месте. Сейчас было самое время восстановить все, что было в его прошлой жизни, и двигаться вперед. На самом деле, с того момента, как он столкнулся с Янусом, он чувствовал, что приближается момент, когда он столкнется с источником Ермунганда и вселенной героев. Тогда, может быть, мы пойдем? Администратор, не могли бы вы рассказать мне о пространственном квесте? Мирба это. Это погибший мир. Течение времени там в сто раз быстрее, чем на Земле. Самый тяжелый пространственный квест, который он когда-либо проходил, был всего в 30 раз больше земного. Это было то, что он сделал с Лаки, другим вип-членом, и если бы не он, он мог бы быть убит тамошними монстрами. Даже Лаки пришлось отказаться от полной победы над ними, и они завершили задание, защитив корень мира и умеренно сократив силы противника. Но Мирба была в сто раз больше. Но для нынешнего члена это может быть не так опасно. Это потому, что ты не знаешь об этом в деталях. На самом деле Мирба это мир, где Ермунд Гант был не очень активен. Пространственных квестов никогда не было, и участник, единственный в мире, никогда не выходил за пределы. Информация была недоступна. Это верно. Существует предел тому, чему может научиться система Гая. Но он не осмелился настаивать. Но в том мире есть много вещей, которые ты сделал в своей прошлой жизни. Даже после того, как вы вошли в бункер, предметы впитали в себя страсть бесчисленного множества людей, и в результате семян духовной силы они развились в направлениях, которые вы не планировали. Это полностью закрытый мир, но связь с вами остается сильной. Только я могу войти в этот замкнутый мир. Это верно. Это пространственный квест, который можете бросить вызов только вы. Мир был закрыт от всех других измерений. У него даже не было правильной формы, поэтому в тот момент, когда он прибудет, он может свернуться и сойтись в одну точку. Да, точно так же, как мир, в котором родилась Вита. Однако существовали различные формы разрушения, и некоторые миры не были полностью разрушены, а вместо этого были оставлены позади. Коншин Хек мог догадаться о причине, по которой мир бы оставался таким. Мое оружие? Это верно. Теперь, когда его скорость синхронизации возросла так высоко, не было никакого смысла называть себя наковальней. Было еще более неловко признавать это, но Анвил добилась многого в качестве производственного таланта, добившись результатов, сравнимых с созданием нового существа. Несмотря на то, что он не был полностью осведомлен о своей духовной силе, его оружие, содержащее эти семена, распространилось по всему этому миру. Они использовались в битве, и энергия, которую они излучали, росла. Эти вооружения были собраны в одном месте, производя достаточно энергии, чтобы поддерживать мир. Это стало грандиозной историей. Если вы действительно столкнетесь с этим лицом к лицу, это может быть и не так. Это может раздражать, смотреть в лицо своему эго. Ты бы действительно этого хотел? Вы можете столкнуться с чем-то, чего не хотите видеть. Я готов. Коншин Хек был убежден, что для того, чтобы завершить свою синхронизацию, он должен был отправиться в Мербу. Эти последние 3% памяти должны были быть заблокированы там. Он не мог двигаться вперед как наковальня, пока не соберет фрагменты памяти, которые не хотел раскрывать. Хорошо, тогда пошли. Да. Клэр твердо кивнула, прежде чем осторожно взглянуть на него. Если ты вернешься, давай заведем ребенка. Хорошо, я тоже буду готов. Хороший ответ. Казалось, она хотела выйти замуж, прежде чем воссоединиться с Шин Юной. Он подумал о том, чтобы снова достать карточку. Я несовершеннолетний. Но учитывая время, которое он провел в других мирах в рамках пространственных квестов, он уже давно был взрослым. Более того, он думал, что если продолжит это говорить, Клэр будет больно. Возможно, она начала немного беспокоиться из-за его неустанных усилий воссоединиться с Шин Юной. Думая, что именно поэтому женское сердце было таким тяжелым, Кан Шин Хек горько улыбнулся и переехал в Мербу. Цукуя хочет посетить мою комнату. Супер-ультрагалактический кулак хочет посетить мою комнату. Хотели бы вы принять просьбу этих двоих о визите, Хэм? Однако пришло неожиданное уведомление. Глаза Кан Шин Хека расширились. Все в порядке, это очень расстраивает, но администратор решил, что для участников, которые хотят взглянуть в лицо прошлому, необходим еще один безусловный участник. Я понимаю. Кан Шин Хек, который почувствовал сожаление в этом сообщении, попытался определить, почему эти двое появились раньше, чем он смог. Это было рождение вечеринки из четырех человек, которую никто не мог себе представить. Вы развили свою черту характера и стали мастером Джин Крап Волк Икс. Благодаря обретению способности трансформации, позволяющей воплотить в реальность ложные силы, запечатленные в истории, были достигнуты условия для доступа во вселенную героев. Добро пожаловать в новые знакомства. Пожалуйста, напишите свое удостоверение личности. А, а-а-а-а-а, извини, но уже слишком поздно, Спирфокс. Что, Элай? Подождите минутку, сначала выберите идентификатор, сначала идентификатор. Для удостоверения личности мы рекомендуем Спирфокс. В любом случае, уже слишком поздно. Я не опаздываю. Теперь я такой же, как Шинхек. Если да, то хотели бы вы, чтобы ваше удостоверение личности было Спирфокс? Никогда. Глава 314. Теперь он принял двух посетителей перед сдвигом измерений. Шум ветра и мягкий дождь барабанили снаружи в окно его моей комнаты. В моей комнате не было погодных условий, и там даже не было окна, но он так чувствовал. Это было затишье перед бурей. Никто ничего не сказал, пока они спокойно наблюдали друг за другом в разгар ожесточенной мысленной битвы. Тогда Шу, самый нетерпеливый и недальновидный из них, решил действовать первым. Дедушка, я скучала по тебе. Хм, эй. Образ девушки, подбегающей, чтобы поцеловать его в щеку, с живым голоском был тем самым образом внучки, которая приехала в деревню, чтобы повидать своего дедушку во время летних каникул. Это было правдоподобно, игнорируя тот факт, что Кан Шин Хек все еще был несовершеннолетним. Кто этот ребенок? У-у-у, как вульгарно. Я больше не ребенок. Верно, дедушка? Разве я не старше? Не прошло и года с тех пор, как он в последний раз видел Шу, но ее рост вырос примерно до 150 сантиметров. Кроме того, ее тело неуловимо выглядело более зрелым. Хотя она все еще была ниже Элеонор, это можно было назвать большим достижением, учитывая, что раньше она выглядела как десятилетняя девочка. В частности, она претерпела разительные изменения, превратившись из ученицы начальной школы в ученицу средней школы. Да, ты сильно повзрослел. Хе-хе, все благодаря тебе. Ах, она снова попыталась поцеловать его в щеку, но он отстранился от нее. Он не мог показать такое зрелище перед Клэр, даже если бы она была всего лишь ребенком. Коншинхек похлопал Шу, прежде чем повернуться к Цукуя. Прошло много времени с тех пор, как я тоже тебя видел. Я сожалею о прошлом разе. Нет, Анвел, ты сегодня так меня назвал. Скорее, я тоже хочу поздороваться с тобой. Взгляд Цукуя остановился на Шу. Клэр, которая знала, что она хотела сделать, охраняла Коншинхека. Ты не можешь. Несмотря на то, что Шу была моложе, на самом деле она была слишком быстрой, чтобы ее можно было остановить. Если бы Коншинхек был более неискренним человеком. Нет, если бы он не помнил свою предыдущую жизнь, он мог бы поддаться искушению. Она верила в его невиновность, но игнорирование этой женщины было отдельным делом. Каким бы искренним он ни был, он может совершить минутную ошибку, если она продолжит так активно ухаживать за ним. У маленьких детей много монополий. Как насчет того, чтобы смотреть друг на друга с более щедрым сердцем в плане любви к одному и тому же мужчине? Извините, но у вас нет свободного места. Верно? О, да. Что касается Коншинхека, то у него не было другого выбора, кроме как согласиться с Клэр. Кроме того, это правда, что после ее спора с Цукуя на днях она чувствовала себя неловко, к наковальне. Но все в порядке. В конце концов, именно я буду самым близким к тебе человеком. Трудно получить такое признание. Давайте послушаем это. Дедушка, ты всегда притворяешься расслабленным, но знаешь, что на самом деле все, что ты делаешь, это сексуальные домогательства. Дедушка, ты не мог бы подержать меня за руку? Каким-то образом заинтересованное лицо даже ничего не говорит. У-у-у, это мило. Да, действительно. Коншинхек вздохнул при виде троих рычащих друг на друга еще до того, как они ушли. Эти двое были призваны к какому-то безусловному пониманию, хотя они безоговорочно учитывали его потребности. Администратор не учитывал, что они думают друг о друге. Ошибка администратора. Бонус в размере 1.000000 и лес для вас. Здесь шумно. Сделав выговор администратору, он хлопнул в ладоши, чтобы привлечь их внимание. У нас нет времени тусоваться. Нам нужно поскорее начать. Мир, где родился Анвилл. Я был очень заинтересован в этом. Верно, Мирба. Даже ребята из Ермунганда не могут туда попасть. Кроме меня, притворяющегося, что я что-то знаю. Я действительно не знаю, так что я чувствую облегчение. Клэр. Ах, вы двое держитесь вместе, и вас убьют. Коншинхек почувствовал, что его что-то беспокоит, когда она сказала, что даже Ермунганд не может войти. Но он отбросил эту мысль в сторону и начал двигаться в измерение. Однако там было что-то удивительное, поэтому было невозможно использовать только полномочия администратора. Используя силу вселенной героев, Коншинхек, который имел контакт с оружием, созданным им в прошлом, пронзил проход своей способностью доминировать в пространстве и расширил его магической силой Цукуя. Тем не менее, безопасность прохода была слишком низкой, но в группе был кто-то, кто мог сделать вероятность равной 100%, и это был Шу. Она, которая могла достичь результата без причинно-следственных связей, могла вносить коррективы, чтобы всегда добиваться наилучших результатов во всех действиях. Конечно, нас четверых это должно устраивать, это здорово, Шу. Эй, дедушка, хвалите меня больше. Смешно слышать, как Анвилл хвалит тебя из-за расы, в которой ты родился. Хм, я думаю, это относится к даме, которая слегка машет хвостом за своей задницей. Коншинхек внезапно подумал о том, чтобы остановить двух VIP-членов, которые не могли не драться. Сначала он задумался о том, почему администратор пригласил этих двоих среди множества кандидатов вселенной героев, но ответ был прост. Это должны были быть они. Цукуя была немного хитрее, но у нее, вероятно, была другая причина, о которой он не знал. Вы вошли в погибший мир Мерба. Это мир, куда не может проникнуть мощь системы Гая. Пожалуйста, будь осторожен. Ха, в тот момент, когда они, наконец, прибыли в Мербу с помощью трех VIP-членов, на его сетчатке появилось кровавое сообщение. Даже если сила Гея не достигала их, особой разницы не было. Они не узнают об увеличении своего навыка или характеристики или не получат ранних предупреждений о внезапных появлениях врат. Но это не было существенной разницей на уровне мастерства, которым обладал Коншинхек. Проблема заключалась во вселенной героев. Как это? Не нужно беспокоиться. Вселенная героев отличается от Геи. Это не Гея. Он сказал это дважды, потому что это важно. Коншинхек вздохнул в ответ на тираду администратора и огляделся. Во-первых, проверьте количество людей. Все держались за него, готовясь к этому событию. Но все они, казалось, завершили пространственное движение. Однако даже сейчас в Мербе они терлись о него, как кошки. Все пропало. Он не изношен. Тка не изношена. Он беспокоился, что у них могут быть проблемы с разумом. Но физически они были в порядке, поэтому он оставил их одних и огляделся. Но куда бы он ни посмотрел, вокруг них расстилалась только песчаная пустыня. Это. Это ужасно. Даже если я попытаюсь расширить свою энергию, я не смогу этого почувствовать. Потому что это гораздо более обширный мир, чем Земля. Если в пределах видимости нет никаких следов цивилизации, в этом нет ничего странного. Он не должен был принимать слова Цукуя такими, какие они были. Поскольку тамошняя группа не была на уровне обычных людей на Земле. Но каждый из них обладал одной из лучших способностей в космосе. Они могли сканировать половину Земли в одно мгновение, благодаря своему улучшенному зрению и возможностям обнаружения. Но даже при этом они не смогли обнаружить ничего, кроме пустыни. Должны ли мы двигаться вперед, пока не увидим что-нибудь? У нас нет другого выбора, кроме как сделать это. Проблема возникла снова, когда Коншенхек без долгих раздумий вытащил синюю корову. Синяя корова была одноместной, может быть в лучшем случае двухместной, и три женщины готовились подраться за то, кто поедет позади него. Коншенхек вызвал Оникс, беспокоясь, что это будет повторяться до тех пор, пока пространственный квест не закончится. Оникс используя свое осознание, Мю. Перемена была разительной. Когда Оникс ассимилировался с велосипедом, активировал свою способность, и синяя корова внезапно превратилась из велосипеда в четырехместный спортивный автомобиль. Что было удивительно, так это то, что его производительность и опции остались прежними. Скорее всего, Оникс еще больше повысил его способности. Конечно, автомобиль не был сделан из чистого металла, но эта деталь стала возможной благодаря координации сыга синей коровы. А боже, это, Цукуя, которая вызвала несколько лисьих пожаров вокруг себя, первой заметила перемену и потрясенно вскрикнула. Это потрясающе, Анвил. Эй, а можно ли по желанию трансформировать что-нибудь, связанное с металлом? Нет, похоже, он меняет его в зависимости от того, что ел раньше. Они даже собрали лучшие части самостоятельно. Как только с этой способностью он мог бы стать членом вселенной героев. Только после того, как Оникс съел систему Гая в Сайксеноне, он осознал эту силу. До тех пор он воспринимал это как ассимиляцию с металлами, чтобы улучшить или слегка преобразовать их. Теперь он возродился, полностью преобразив их. Итак, все, продолжайте и не ссорьтесь. Нет, почему Клэр уже пытается бороться? Ты знаешь, есть драки, от которых ты не можешь отступить, даже если они бессмысленны. Клэр, самая нормальная из троих, уже через несколько минут подстраивалась под этих идиотов. Кан Шин Хек вздохнул, посадив Клэр на пассажирское сиденье, а сам запрыгнул на водительское. Цукуя и Шу были вынуждены отодвинуться на заднее сиденье из-за своей потери. Однако оба ожидали, что этот квест будет более длительным, поэтому они решили упорно трудиться, чтобы не упустить свою возможность. Тогда, пошли. Для справки, сиденья закреплены так, как они есть. Дедушка, мужчина не должен замечать такую женщину. Это моя просьба, так что давайте уйдем тихо. Чи, я тоже хочу сделать ребенка. Почему эта маленькая девочка сказала несколько вульгарных слов, и ты ничем не отличаешься? Затем спортивный автомобиль синего металлического цвета помчался по пустыне. Это было, когда на песке, который накапливался в течение многих лет, был выгравирован новый след. Глава 315. Мю-у-у-у-у. А-а-а. Голубая корова резонировала с игривым голосом Оникс. Если бы кто-нибудь перевел разговор между ними на человеческие слова, они бы сказали что-то вроде «Я ненавижу песок, потому что не могу его есть», или «Он сухой, и от него у меня трескается кожа». «Кожа. Разве это не металл? Разве это не может изнашиваться в любом случае?» «Это действительно большой мир. Колдовство. Разве это не нормально, потому что нет необходимости спешить?» «Соотношение времени также смягчено. Это тоже правда. Я могу проводить больше времени с Анвелом». «Хэм. Я имею в виду». Клэр теперь сохраняла смелые отношения к Шу и Цукуя. «В частности, она имела дело с ними, подобно тому, как она имела дело с Ленахи и Элеонор. Трудно иметь красивого парня. Прости, все в порядке. Чувство превосходства тоже трудно». Кан Шин Хек улыбнулся ее честности и вцепился в руль. Ему и не нужно было этого делать, так как синяя корова могла двигаться сама по себе, и даже Оникс помогала. Однако его эффективность значительно возрастала, если он напрямую контактировал с ним и наполнял его своей духовной силой. Кроме того, было приятно вести машину, хотя все, что он мог видеть в окно, это бесконечные песчаные равнины. Иногда можно было обнаружить и песчаные столбы, поднимающиеся из земли. Это планета песка. Как далеко простиралась эта пустыня изначально? Расширилась ли она из-за того, что вся растительность потеряла свою жизненную силу? Однако всякий раз, когда он выполнял пространственные движения в прошлом, его обычно немедленно бросали в глубокий конец, так почему же они оказались посреди пустыни? Прошло много времени с тех пор, как я выполнял подобный пространственный квест. Разве это не потому, что это не квест? Если я должен сказать, вместо этого это похоже на возвращение домой. Клэр посмеялась над его сентиментальностью, но он действительно чувствовал себя так, словно вернулся домой. На самом деле, он был рад, что может вернуться домой Склэр. В течение последних полугода Каншин Хек заботился о работе Синины выполнял пространственные квесты Склэр в свободное время. Поскольку соотношение времени с землей было другим, прошло по меньшей мере целых пять лет. Поскольку он все это время был Склэр, они, должно быть, казались немного необычными окружающим их людям на земле. Их удивительно крепкие отношения сложились за то время, что они провели вместе, но для тех, кто был на земле, они были вместе всего год или около того. Ему было немного неловко признаваться, но это было просто продолжением того, что Клэр говорила раньше о ребенке. Другие могли бы спросить, не сошла ли она с ума, но для Клэр это уже означало. Я ждала достаточно долго, хи. Когда Каншин Хек подумал об этом и тихо протянул руку к пассажирскому сиденью, Клэр нежно взяла ее, как будто она думала о том же самом. Ага, тогда и я тоже. Сразу же после этого с заднего сиденья протянулись еще две руки и легли поверх их. Двое на заднем сиденье отреагировали так, как будто это было естественно. Хэм, ты же не собираешься драться, дедушка. Не смотри на меня такими глазами, Анвилл, запугивание это плохо. Дорогая, эти двое действительно важные персоны, неужели они прожили на сотни лет больше, чем мы? О, Клэр, пожалуйста, не говори о возрасте, потому что, если эти люди разозлятся, они действительно пугают. Ему показалось, что он увидел несколько черных хвостов, угрожающих машущих позади Цукуя, поэтому он быстро успокоил Клэр. Но когда он думал об этом, было смешно думать о разнице в возрасте между ними и Коншенхеком, особенно когда они думали, что его разница в возрасте с Клэр была большой проблемой. Он решил пока держать рот на замке. Кстати, Анвилл, я кое-что заметил. Да, в чем дело, Цукуя? Я чувствую облегчение, Анвилл. За твои неприятные мысли я дам тебе свою собственную награду, когда мы останемся одни. Я не уверен, что ты имеешь в виду. Тебя не оставит в покое. Этот песок, Цукуя, не обращая внимания на Клэр, указала на песчаные равнины. Мне это показалось странным, поэтому я изучал его, но это искусственно создано. Это искусственное? Всю пустыню? Да, я уверен. Скорее, вся планета покрыта песком. Даже в поисках с двумя трансцендентными существами они ничего не нашли, так что эта мысль приходила им в голову и раньше. Но он проигнорировал это, как будто, если бы это было правдой, оно было бы слишком большим. Нет, тогда нам вообще нужно было переезжать в первую очередь. Ну, было бы сложнее обнаружить поток энергии, если бы мы этого не сделали. Кроме того, может быть, нет, я скажу тебе еще раз, когда действительно увижу это. Кан Шинхек остановил машину. Однако, когда Цукуя сказал, что было бы лучше, если бы машина парила в воздухе в случае чрезвычайной ситуации, нервный Шинхек поднял голубую корову примерно на километр вверх. Цукуя, ты собираешься делать то, что я думаю? Да, это верно. Я взволнован. Он не мог понять, почему она так взволнована, но решил уйти, пока он был впереди. Цукуя открыла дверцу машины и шагнула в воздух, как будто земля была прямо у нее под ногами. Конечно, Кан Шинхек мог бы сделать это сам, но в случае с Цукуя она, естественно, превзошла его в мастерстве, делая это естественно, как ходьба по земле. Он не чувствовал никакой энергии, движущейся вокруг нее. Способность Цукуя внезапно появляться и исчезать объясняется тем, что она обладает таким ужасающе совершенным контролем над своей энергией. Когда он встретил ее раньше, Кан Шинхек не знал, так как ему не хватало способностей, но теперь все было по-другому. Он мог видеть ее способности в каждом движении и даже учиться у них. От контроля энергии до движения тела это было возможно, поскольку его черта развивалась до сих пор. А теперь давайте проверим мою идею. Цукуя вздохнула и взмахнула веером в воздухе. Темно-красное пламя собралось в замысловатый шар в одной точке в воздухе. Шу задрожала от этого зрелища. О, ты так контролируешь чертову энергию. Все в порядке, Шу. Я просто перегружен контролем причинно-следственных связей, дедушка. Это просто природа нашего народа. Я не знаю таких, как вы, но примерно понимаю. Может быть он тоже мог бы что-то понять от Шу. Нет, это было невозможно, поскольку она опустила причинно-следственную связь. Подождите, если так, то разве он не мог этому научиться? Раньше он думал, что это будет невозможно, но теперь, когда он вырос во многих отношениях, Кан Шин Хек придумал очень хороший способ, но в тот момент, когда он попытался сказать это вслух, он забыл себя. Иди, Цукуя тихо прошептала и позволила пламени капнуть, как молоко в чашку кофе. Он упал и коснулся земли. Мгновение спустя с земли поднялось цунами песка, накрыв огненный шар. В следующее мгновение раздался ужасный взрыв, но никаких изменений за пределами песка обнаружить не удалось. Конечно, я был прав. Цукуя счастливо рассмеялась и оглянулась на Шин Хека. Ты видел, как песок двигался прямо перед взрывом, Анвил? Очевидно, он двигался, чтобы остановить это, верно? Да, я видел. Теперь ясно, что песок был создан искусственно. Возможно, он ищет магию. Ха, или это насилие или перемены? Пока Цукуя размышлял об этом, из центра начал подниматься столб похожего на стекло материала. Вероятно, это был результат взрыва, который был предотвращен. Это была стеклянная колонна не менее 10 метров в диаметре и 1 километр в высоту. О боже! Сама Цукуя была удивлена. Ее глаза расширились при виде этого. Цель состоит в том, чтобы защитить землю под песком и отомстить внешним злоумышленникам, которые пытаются причинить ей вред. Тогда мне интересно, что случилось с тем, что было под ним. Я должен был проанализировать это сразу. Я попробую это сейчас. Анвил, разве это не сложно? Это действительно было так. Он попытался исследовать стеклянную колонну, которая медленно приближалась к ним с помощью своей духовной силы, но она, казалось, была чем-то заблокирована. Возможно, это была духовная сила человека, который создал песок, или энергия, эквивалентная ему, но теперь Каншенхек не отступит только потому, что его способность не работает. Нарушение границ с помощью яда для души. Яд души, который он получил из камня умений с абсурдной редкостью ССС. По мере того, как он достигал мастерства Х-ранга, которое выходило за рамки его редкости, маловероятно, что уровень мастерства превзойдет редкость, но это случалось очень редко, и участники вселенной героев называли это просветлением. Возможно, на это повлияли его черты характера, которые постоянно все увеличивали. Его собственный рост ускорялся больше, чем у тех, кто находился под его влиянием. Хорошо, я могу. Я стер некоторые намерения других, оставленные на нем ядом души, и подтолкнул свою духовную силу. Это раздражает, так что я должен удалить это. Глядя на стеклянную колонну, которая постепенно приближалась, Цукуя сформировала шар темной энергии в своей ладони. «Подожди минутку, Анвел, тебе не нужно это анализировать. Если мы уберем весь песок, то наружу выйдет то, что было под ним». Когда Каншин Хек попытался остановить ее, Цукуя улыбнулась. «Ты что, дурак? Разве ты не знаешь, почему песок покрывает землю? Это значит, что то, что находится под ним, опасно. Что не так с тем, что там внизу? Я буду защищать тебя. Более того, это относительно безопасное место». Мысли Цукуя были на удивление оптимистичными. Пока Цукуя спорил с Шу, Каншин Хек наполнил столб духовной силой и получил контроль над песком в этом районе. «Ах, у меня закончилась духовная сила. Шин Хек, мне нужно зелье, а, упс, песчаная пустыня». Энергия Каншин Хека распространилась по всему району. Несмотря на его намерения, его энергия вызвала перемены. В частности, в те далекие годы, когда они спали в песке. Нет, оружие, которое было вынуждено уснуть из-за массы песка, почувствовало энергию своего создателя и пробудилось. Глава 316 «Почему песок вообще покрывал этот мир?» Это было последнее средство, выбранное людьми, которые боролись друг с другом и мчались к разрушению, поняв, что если они продолжат, то ничего не останется. Официальное название песочницы было «колыбельное». Он деактивировал всю энергию и бурно реагировал на энергетические реакции, которые никогда не исчезали. Верный своему тезке, рано или поздно все погрузилось бы в тихий сон навсегда. Он отличался от тех, кто его создавал. Уникальная алхимия, металлургия, магия Мирба и все их методы, разработанные в ходе бесконечной войны, были мобилизованы для создания этого песка, который бесконечно разделялся, соединяя его с сильной духовной сетью, так что он двигался как тело. Это было чудо, которое породило его и человечество не понимало, как оно его завершило и, конечно же, не смогло его воспроизвести. На самом деле законченная колыбельная сильно отличалась от намерений тех, кто хотел ее создать, поскольку человек, давший ей название, не был ее создателем. То, что они изначально хотели, это артефакт, который реагировал бы только на нужные им объекты. Они хотели контролировать это. Даже если земля была опустошена войной, а мирные жители погибли от нападений монстров, люди хотели одержать верх над другими и стать правителями. Если бы они могли контролировать магию врагов, разве не было бы просто уничтожить их, защищая своих союзников? Не только это, но разве не было бы так же возможно уничтожить всех этих монстров? Проект, который начался с этой идеи, в конечном счете провалился. Человечество не могло справиться с духовной силой своими силами, и они знали о ее существовании только потому, что оружие, изготовленное знаменитыми кузнецами в прошлом, проявляло свою духовную силу во время войны. С ним больше ничего не было в мире, кроме маленькой заколки для волос, найденной в стране, где жил кузнец. Выжившие на Мербе были убеждены, что это дело рук Анвела, и попытались создать систему, которая контролировала бы другие виды оружия, используя шпильку, которая не пробуждалась. Вопреки их намерению, духовная сила, содержащаяся в этой шпильке, не соответствовала воле человечества, и завершенное колыбельное начало разделять и усиливать все энергоносящие сущности. С тех пор прошло всего два месяца, прежде чем наступил конец света. Таким образом, мир оставался спокойным до тех пор, пока не прибыл Каншенхек, спустя такое долгое время. Итак, все оружие, которое проснулось, летит тебе навстречу. Когда Каншенхек кратко объяснил, что он получил из песка, Клэр задала этот вопрос, глядя на темно-красное оружие, появляющееся из песка. Судя по выражению ее лица, она уже знала ответ. Тем не менее, Каншенхек решил ответить на него. Нет, я так не думаю. Эти дети, десятки орудий пролетели в воздухе, явно целись в него. Мечи, копья, топоры и даже куски доспехов и щитов разных размеров проносились по воздуху. С точки зрения системы ГАЯ, самым слабым, по-видимому, был, по крайней мере, ССС-ранг. Они были связаны друг с другом через духовную силу, точно так же, как Колыбельная, усиливая энергию друг друга. Упс, дети, которые не знают своего отца, должны получать образование. Пожалуйста, подожди, Цукуя. Да. Цукуя успокоился от его слов и отступил назад. Каншенхек продолжал хватать и обрабатывать песок, над которым он только что получил контроль, выражая силу своей черты. В чем была причина, по которой Колыбельная внезапно перестала контролировать оружие? Излишне говорить, что это произошло потому, что Колыбельная, которая была активна без хозяина, признала его своим хозяином и находилась в процессе приписывания ему. Это был продукт чуда, который обладал потрясающей производительностью, но в процессе передачи его энергетическая очистка не могла быть использована. Даже сейчас, по мере того, как его духовная сила распространялась по всей духовной сети, песчаная зона, попадающая под его контроль, расширялась. Естественно, артефакты, погребенные в нем, пришли в негодность, но паниковать было незачем. Автоматическая активность артефактов все еще работала до последнего, но он мог иметь с ними дело напрямую. Шенхек, они идут. Дедушка, мне сначала остановить это? Нет, теперь я готов. Когда Кан Шенхек закричал, колонна была демонтирована в одно мгновение, превратившись в бурю стеклянных кристаллов, которые быстро вращались вокруг них. Темно-красное оружие, прилетевшее со всех сторон, было поражено бурей. Мгновение спустя они были поглощены и мы исчезли. Вау, ух ты, дедушка, что это такое? Хэм, спасибо, я думал это не сработает. Первоначально у колыбельной была функция поглощать энергию, но не разлагать и поглощать материю. Но теперь, с изменением и развитием энергии королевского дракона Кан Шенхека, ее качество поднялось по крайней мере на одну ступень. Анвил, похоже это был хороший выбор, переехать в это место. Огромное количество оружия летит в том направлении, откуда мы пришли. О, подожди секунду, немного трудно перемещать вещи, которые все еще находятся далеко. Кан Шенхек, теряя терпение из-за отчета Цукуя, укрепил свой разум своей духовной силой и разрушителем. Колыбельная была огромным артефактом, который покрывал всю планету. Даже если Кан Шенхек, мастер духовной силы, которая была его источником, завладел им, контролировать его было не так просто. Он начал усиливать свой контроль, используя себя в качестве центра. Однако энергия королевского дракона постепенно вторгалась в колыбельную, чтобы помочь ему восстановить автономное движение. В результате, вау, если кто-нибудь увидит это, они подумают, что дедушка может справиться с магией песка. В дополнение к хрустальному шторму, бушевавшему вокруг них, во всех направлениях поднимались песчаные торнадо. Десятки торнадо быстро вращались вокруг них, защищая группу. Не в силах противостоять импульсу, Клэр достала свой беспилотник, чтобы запечатлеть сцену. Даже с миллиардами долларов в компьютерной графике не было ничего более захватывающего, чем это. Вау, он движется прямо как пчелиный рой. Постепенно здесь собирается песок. Сколько ты накопил, к счастью, вечеринка сейчас оставалась в воздухе. Песок отодвинулся, открыв долину глубиной более 100 метров под ним. Под ним был разбросан старый металлический строительный мусор, но никаких следов присутствия людей. Коншенхек, поспешно отведя глаза от разрушения, которое напомнило ему о Саексеноне, скривил губы, увидев бесчисленное количество оружия, летящего по воздуху. Независимо от того, сколько оружия было поставлено, это просто смешно. Хэм, ты сделал их все в своей прошлой жизни? Да. Теперь я кое-что припоминаю. Синхронизация слабо ускорилась. Текущая скорость составляет 99,8%. Появилось сообщение, подтверждающее его слова. Он контролировал колыбельную, хмурясь, когда фрагменты воспоминаний всплывали в его сознании. Песчаная буря настигла и сокрушила все приближающееся оружие. Он не был в хорошем настроении из-за уничтожения оружия, которое он создал, даже если они развили свое собственное эго. И, все равно это будет одно целое. Колыбельная, созданная королевским драконом, больше не была тихой вещью, успокаивающей энергию. Он эволюционировал, используя энергию, накопленную за бесчисленные годы, превратившись в хищника, который мог раздавить и поглотить. Это отдаленно напоминало способности Оникса. Это немного пугает. Это действительно грустно. Клэр почувствовала некоторый страх при виде эволюционировавшей колыбельной, в то время как Цукуя, казалось, был искренне опечален видом разбитого оружия. Для нее было естественно так реагировать, учитывая, как сильно она любила оружие, поглощенное негативными эмоциями, которые создавала Энвил. Однако она, казалось, не собирала это оружие вместе и просто смотрела, как оно уничтожается. Ваша духовная сила выросла еще на один шаг и стала Х2 ранга. В конце этого масштабного духовного события его сила ступила на то, что заслуживало того, чтобы называться истинной трансцендентной личностью. Диапазон его контроля постепенно расширялся, и оружие, которое уже попало в зону песчаной бури, было быстро поглощено. Первоначальная защитная сила колыбельной была полностью восстановлена. О, наковальня. Цукуя. Посреди этого шторма, который постоянно поглощал тысячи орудий, бомбардировавших их, Цукуя открыла глаза и тихо вздохнула. Я думаю, что нашел твою цель. Глава 317. Несмотря на то, что они нашли пункт назначения, они не могли сразу же двинуться в путь. Армия артефактов летела в сторону Каншинхека, и работа по управлению колыбельной не была полностью завершена. Он также мог чувствовать сильную энергию, конденсирующуюся на расстоянии. Вот где твои следы. Может быть, это оружие инстинктивно искало твои следы. Хэм, я не думаю, что это было из сыновнего почтения. Группа орудий полетела в него со страшной энергией, сосредоточившись только на нем, несмотря на то, что с ним были и другие. Каншинхек, который разорвал их на части песчаной бури, не чувствовал никакой опасности. Пойдем, Анвил. Вау. Возможно, мне тоже придется хорошенько поработать над этим. От тихого шепота Цукуя даже шу выглядел напряженным. Каншинхек поднял голову и посмотрел вперед. Он увидел что-то вроде щупалец с десятками красных металлических лезвий, излучающих странный свет. В тот момент, когда он появился, мне показалось, что температура упала. Что бы это ни было, оно становилось немного больше, поедая другие артефакты в этом районе. Ха. Нет. Больше, чем это. Кажется, есть черта, которая имеет преимущество перед любым оружием. Э. Разве это не немного опасно? Абсолютно работа на ковальне. Это лучший шедевр, который ты когда-либо создавал в этом мире. Пожалуйста, не называй это шедевром. Конечно, когда он впервые сделал это, это оружие было бы обычным. Но через что он прошел? Кан Шин Хек не мог не смеяться, не плакать, но Клэр выразила это кратко и точно. Похоже, тебе следует сначала проверить свой уровень вменяемости. Я не знаю, что это было изначально. Да, может быть, именно поэтому он стал таким сильным. Похоже, он ест беспорядочно. Сила так называемой серии хищничества, которая набирала силу за счет поедания вещей, оказалась очень известной. Питомец Кан Шин Хека, Оникс, обладал этой способностью, как и жемчужина темного духа. Однако такая сила не была обычной. Если бы это было так, вся вселенная была бы уничтожена. По крайней мере, наковальня, которая была до входа в убежище, не обладала бы способностью создавать такие артефакты. Однако на данный момент даже колыбельная на этой планете обладала такой силой. Это было результатом того, что семена, посеянные на ковальне, были дополнены человеческой жадностью. Вот и все. Это оружие, вынужденное спать в течение многих лет, возможно, украло у него энергию. Должен ли я прекратить это, дедушка? Кан Шин Хек не мог двигаться, управляя песчаной бурей, поэтому Шу попыталась выйти. Но Кан Шин Хек покачал головой и остановил ее. Нет, это хорошо подходит. Хэм? Мю-у-у-у. Прежде чем Кан Шин Хек смог ответить, Оникс появился из синей коровы и подпрыгнул в воздух. Когда он общался с духовной силой, Оникс уже поняла его волю и начала действовать. Он посмеялся над агрессивным духом маленького парня, прежде чем использовать ветер, чтобы легко поднять его в воздух. Затем он нацелил его на глупо выглядящих мифических существ, летящих к ним, и выстрелил. Мю-у-у-у-у-у. Кан Шин Хек использовал свой божественный ветер, чтобы выстрелить из Оникса, как ракушка. Пока все смотрели, Оникс бросилась по прямой, чтобы сразиться с ужасным оружием. Результатом стало действительно жестокое хищничество. О-у-у-у. Я думал, что у него большой потенциал, но я не знал. Редко можно было увидеть Цукуя удивленным. Кан Шин Хек наблюдал за Оникс с кровавой улыбкой. Он поглощал все это, распространяя свою собственную магическую силу. Вероятно, у них были схожие способности, но разница заключалась в том, что Оникс не был сделан из металла. Таким образом, он мог в одностороннем порядке съесть свою цель. Разве Оникс не могла бы съесть все с самого начала? Он может есть оружие, но у него нет иммунитета к нему. Если бы он подвергся воздействию бесчисленного количества оружия, он был бы ранен. Если бы каждую проблему можно было решить таким образом с самого начала, он бы это сделал. Однако причина, по которой это стало возможным сейчас, заключалась в том, что враги Оникса также использовали только его способность к хищничеству. Просто он выиграл бой камень, ножницы, бумага. Кроме того, да, я думал, что это моя обязанность иметь дело с этими парнями. В конце концов, мне пришлось позаимствовать силу Оникса. Горькая улыбка появилась на губах Кан Шин Хека. Это правда, что он пытался решить ее своими силами. Однако, в то время как другие артефакты могли быть поглощены колыбельной, с тем артефактом, который копировал силу колыбельной, было не так легко справиться. Это правда, что он тоже хотел усилить Оникс, так что все получилось. Мю, о, ты страдал, и не делай этого. После еды Оникс издала радостный крик и вернулась к Кан Шин Хеку. Проблема заключалась в том, что, проявив способность того, что он только что съел, его тело начало излучать красный свет, превращая все шипы на его спине в лезвия, сравнимые с тем, которые он съел. Мю, нет, я позабочусь об остальном. Не думай о том, чтобы есть больше, и сиди тихо. Мю, Оникс не была сильной. Однако на этот раз он смог агрессивно проявить свои способности против хорошо подобранного соперника. В частности, этого было недостаточно, чтобы судить о самом Ониксе как о монстре икс ранга. Если учесть особые способности, которыми обладал только он, то он уже был на уровне, превосходящем многих членов вселенной героев. Ни у одного другого вип-персона нет такой семьи. В конце концов, дедушка делает все самые лучшие, несмотря ни на что. Сделать? Что? Ну, да. Допустим, у меня получилось. Мю. После этого Каншенхек взял под свой контроль пески и отсортировал все оставшиеся артефакты в этом разрушенном мире. Каншенхек закрыл глаза и молча извинился перед всеми детьми, которых он создал в прошлом, но которые выросли неправильно, потому что он их выбросил. Будь то колыбельное или оружие, все ждали его прибытия. Тогда ладно, мы пойдем прямо сейчас, Анвил. Нет, пожалуйста, подождите секунду. Я не могу оставить колыбельную в таком состоянии. Большие дыры пронзили песчаную пустыню, открывая ужасные виды под ней. Возможно, было бы просто лучше скрыть это, но колыбельная тоже была детищем на ковальне. Он не мог оставить это там, поскольку усиление и расщепление возможны, возможно и сжатие. Нет, если быть точным, в тот момент, когда Цукуя начала свою атаку, колыбельная сжалась, чтобы поглотить ее. В результате получился стеклянный кристалл. Он задавался вопросом, не превратился ли он в стекло от высокой температуры, но это было немного по-другому. Теперь песок двигался вокруг вечеринки Каншинхека. Сжатие. В тот момент, когда он протянул руку и пробормотал, что весь песок, соединенный через духовную сеть, начал собираться в точке перед его ладонью. Незнакомая планета, скрытая под ним. Кладбище открыло свой истинный облик. Вау, это. Даже Цукуя, который прожил много лет и прошел через многие измерения, нахмурился. Поскольку она была покрыта сотнями метров песка и сохранилась благодаря ему, внешний вид планеты Мерба представлял собой унылый и голый ландшафт разрушения. Каншинхек проигнорировал это и сосредоточился только на песке, собирающемся перед ним. Он сжимался в единую точку, сначала в форме сферы, но по мере того, как собиралось все больше песка, он трансформировался. Хэм, Шинхек это. Глаза Клэр расширились от этого. Да, она ответила бы именно так, как бы близка не была к Юне. Песок, сходящийся перед ним, принял форму крошечной шпильки для волос. Это. Разве это не та заколка, которую ты дала Юне? Да, она выглядела точно так же, как заколка, которую Анвел подарила Юне, та самая, которую она всегда носила. Нет, этот. Я сделал это до этого. Однако Каншинхек твердо покачал головой. Синхронизация слабо ускорилась. Текущая скорость составляет 99,9%. На ум ему пришло лицо маленького ребенка, который танцевал от радости, держа в руках эту заколку. Он уже знал, что это было неизменное прошлое, и он уже знал, что это произошло в прошлой жизни. Тем не менее, он не мог вынести этого искаженного лица. Это. Это заколка, которую я сделала для своей дочери в прошлой жизни. Ах, вот почему он решил сделать один на день рождения Юны. Вот почему он дал ребенку шпильку и проклял себя за глупость. Возможно, Каншинхек, восстановив эти воспоминания, не смог принять Шинена из-за этого. Она носила ту заколку для волос, которая выглядела точно так же, как та, что была у его дочери. Я не могу простить. Они пытались создать оружие, используя объект с такими драгоценными воспоминаниями. Цукуя была возмущена, но Каншинхек покачал головой и удержал ее, увидев несколько черных хвостов, поднимающихся позади нее. Если ты злишься, то ни на ком это выместить, они были полностью уничтожены. Да, все кончено, так что не волнуйся, наковальня. Дедушка, ты в порядке? Только тогда все заметили, почему Каншинхек общался с Колыбельной, и почему выражение его лица было таким сложным. Теперь Клэр полностью понимала те сложные чувства, которые стояли за его взаимодействием с Шинюной. Но даже тогда Каншинхек не знал секретов заколки в деталях, но наковальня. Цукуя, поколебавшись, заговорил. Зачем забирать вещи вашей дочери? Было ли это у людей? Согласно его воспоминаниям, он слышал, что его дочь и жена погибли после нападения монстра, и даже тела не осталось. Так почему же осталась эта шпилька, не обладавшая особыми способностями? Может быть, шпилька была отделена и хранилась в целости? На ковальне, Цукуя холодно посмотрел на него. Почему бы не прочитать воспоминания о Колыбельной глубже? Цукуя без колебаний упомянула возможности, которую он пытался отрицать. Была ли это причина, по которой администратор отправил ее с собой? Как Цукуя сказал ранее, она нашла его следы. Если так, то, может быть, Цукуя, прежде всего, было бы лучше отправиться на то место, где вы нашли мои следы. Если ты хочешь, я сделаю это. Я буду продолжать оставаться с тобой. Вау, это действительно зажигательно. Милая, ну же, да, спасибо. Тогда я, ой, вот почему я ничего не могу с этим поделать. Оникс и синяя корова снова сели в машину и направились в том направлении, куда их вел Цукуя. Это была кузница, где он остановился после того, как вошел в убежище. Глава 318. Здесь было чересчур чисто и спокойно. Такое чувство, что это место избежало разрушения. Вероятно, это из-за остатков духовной силы на ковальне. Так что даже эти артефакты... Коншин Хек тихо кивнул, чувствуя странное настроение от слов Цукуя. Духовная сила мягко струилась по всей кузнице. Он не только защищал здания и предметы интерьера от времени, но и привлекал артефакты, ищущие дух своего хозяина. Причина, по которой кузница была такой прекрасной, вероятно, заключалась в том, что там хранились предметы с мощной духовной энергией. После всего этого я здесь. Ну, Цундиря, я не думаю, что это все. Коншин Хек спокойно принял шутку Клэр, когда она попыталась разрядить напряженную атмосферу. Она хихикнула над его ворчанием, затем снова заглянула внутрь. По правде говоря, это не казалось таким уж знакомым. Воспоминания из его предыдущей жизни длились почти 80 лет, но большинство из них были связаны с тем, как он присоединился к вселенной героев, и все же. Нет, я не хочу, чтобы это казалось знакомым. Дело было не в том, что он не мог их вспомнить. Просто это было трудно, поскольку Анвел изо всех сил старался забыть свое болезненное прошлое. Однако, по мере того, как синхронизация прогрессировала, Коншин Хек вспоминал те воспоминания, которые он не хотел знать, и все эти воспоминания, здесь по-прежнему так темно. Он чувствовал сильную духовную силу во всем, что находилось внутри кузницы. В то время он, вероятно, даже не чувствовал осколков своей духовной силы, но в этом подземном бункере были его явные следы. Как будто они думали, что он вернется сюда, эти источники духовной силы открылись и передали ему воспоминания о тех годах. Информация переполняла его разум, проходя через память и сознание, чтобы быстро затихнуть где-то глубже. Воспоминания о тех временах, которые разделяли эти инструменты и приспособления, остались там живыми. Он осторожно закрыл глаза и принял все, от чего пытался отвернуться. Он был молодым человеком, который начинал как ученик семейного кузнеца, потный и отчаянно пытающийся вспомнить основы. Когда он встретил свою молодую жену, занялся любовью, и она забеременела его ребенком. Когда он взял на себя бремя отцовства, кузница родилась, когда он вырос из подмастерья. Он помнил, как впечатляюще изменился мир, когда родился его ребенок. Да, он помнил это. В первый раз его ребенок открыл глаза и посмотрел на него, когда она впервые начала ходить, когда она впервые позвала его по имени, появление ее, приветствующий его с сияющей улыбкой вместе с его женой и прыгающий от радости после получения подарка. Все это время угроза со стороны монстров становилась все хуже и хуже, и между людьми разразилась война. В то время, будучи довольно влиятельным человеком в стране, он не мог вернуться домой и постоянно работал с металлом целыми днями. Когда он едва выполнил приказ и собирался идти домой, именно в этот момент он услышал о смерти своей жены и дочери, подвергшихся нападению монстров, внезапно появившихся в гражданском жилом районе. Он вспомнил, к его семье, как к семье кузнеца, страна относилась хорошо, они жили в безопасном месте по сравнению с обычными гражданами. Однако из-за войны войска, защищавшие улицы, исчезли, и появившихся монстров нельзя было быстро победить. Государство придумало это оправдание и приказало ему усерднее работать над производством оружия, чтобы победить таких монстров. С этого момента его охватили ужасное смятение и отчаяние, из-за чего ему было трудно вспомнить даже сейчас, когда воспоминания о его прошлой жизни были почти полностью восстановлены. Нет, он не хотел размышлять об этом, но теперь, чтобы сделать шаг назад и восстановить свою прошлую жизнь, он должен был это сделать, а для этого необходимо было прочитать воспоминания шпильки, в которых содержалась правда того времени. Анвел, ты в порядке? Если вы чрезмерно используете свою духовную силу, и все же в этом помещении слишком темно, это будет тяжким бременем, все в порядке. Возможно, если я отложу это, мне даже не захочется думать об этом. На ковальне, Каншин Хек сел на ближайший стул. Чуть более низкий стул был сделан для того, чтобы его дочь приходила играть в кузницу. Она сидела в этом кресле и смотрела, как он работает. Она смеялась и застенчиво улыбалась проходившим мимо покупателям. Она была точной копией его жены. Клэр, можно я возьму тебя за руку? Да. Цукуя с завистью посмотрел на Клэр, которая сидела рядом с ним. Каншин Хек держал шпильку в другой руке. Весь песок, покрывающий эту планету, сконденсировался в нем, и он обладал большей энергией, чем великий небесный дух со вставленной ветвью ореола. И снова он распространил свою духовную силу на источник предмета, пока не исследовал, где он был впервые сделан. Первое, что пришло на ум, была улыбка его дочери. Следующим было искаженное лицо его жены. Наковальня, наковальня, ты в порядке? Все присутствующие могли распознать духовную силу Каншин Хека. Лина Хилли и Леонора, которые только что открыли глаза на духовную силу, вероятно, сошли бы с ума, если бы соприкоснулись с огромной силой шпильки. Но ему удалось найти источник внутри нее и прочитать воспоминания там. Это было так просто найти, что он захотел узнать, от чего он отвернулся. Ах, очевидно, они хотели скрыть это от него. Синхронизация ускорилась. Достигнута 100% на яскорость синхронизации, и все вип-привилегии будут восстановлены. Добавлен в магазин вселенной героев. Пожалуйста, подтвердите. Увеличен бонус для входа в систему вип-участника, а также улучшена рулетка. Теперь вы можете получить доступ к секретным доскам объявлений только для вип-персон. Обсудите с ними устройства вселенной. Теперь вы можете выполнять пространственное перемещение, не выполняя пространственных квестов. Для получения более подробной информации свяжитесь с администратором. Ты стал существом за пределами одного мира. Помните, что ваша сила связана со многими людьми и с тем, как вы ее используете. Восстановлено 120 миллиардов и лес. Это был момент, когда он получил обратно последнюю вещь, которую не хотел, но в которой нуждался. Коншин Хек восстановил все свои воспоминания и стал полноправным вип-участником. Возвращая себе привилегии вип-персоны, информация, которую он узнал, была одновременно и ожидаемой, и неожиданной. На самом деле, он совсем не удивился. Нет, факты, которые ему пришлось вынести, были настолько ошеломляющими, что он не мог обращать внимания ни на что другое. На ковальне, моя жена и дочь, его голос превратился в шепот, они были убиты человеческими руками. «Прости, дедушка, я ожидал этого. Я тоже, Анвил. Мне очень жаль, милая. Да, все, должно быть, уже догадались об этом. Возможно, все участники, которые знали Анвил раньше, знали это. Клэр, должно быть, поняла это, придя сюда и подумав о его прошлых действиях. Я был более важен, чем я думал тогда. Государство хотело скрыть мое существование, но когда военная ситуация изменилась из-за моего оружия, вражеская нация узнала меня и начало расследования. Анвил был простым человеком. Он любил то, что делал, но никогда не думал, что к ним будут относиться так. Он недооценил свое собственное существование, и это ускорило трагедию. Начиная с заключения, вражеская сторона искала информацию о нем и выяснила местонахождение его семьи. Они не пытались убить их, скорее, они хотели привлечь кузнеца на свою сторону. Итак, они попытались похитить их. Его семью охраняло не так уж много людей, и они были не настолько сильны. Они решили, что не смогут остановить вражеских солдат, и поняли, что если все оставить как есть, его семья будет похищена, а кузнец последует за ними. Значит, они убили его семью. Прежде чем их успели похитить, семья Анвила была убита солдатами. Неужели Анвил действительно этого не знал? Нет. Сначала он подумал, что сходит с ума, но вскоре понял, что у него есть свои подозрения. Он долго думал и пришел к истине, которую не хотел признавать. В тот момент, когда он достиг этого, он перестал делать оружие для людей. Они сказали, что будут использовать оружие, чтобы принести мир в этот мир, но именно их жадность убила его семью. Они были сумасшедшими, которые наносили удары другим людям, чтобы расширить свое положение в этом мире монстров. В результате, даже если их позиция сужалась по мере расширения территории монстров, они не прекращали свои глупости. Кузнец начал сомневаться, действительно ли люди должны выжить. Даже монстры смогли объединить силы против человечества, но человечество не могло перестать сражаться друг с другом даже до того момента, как они были уничтожены. Если так, то не погибнет ли человечество когда-нибудь в любом случае? Более того, оружие, которое он сделал, было лучшим инструментом для ускорения этого процесса. Тогда он предпочел бы, вместо того, чтобы ходить вокруг да около, не проще ли было бы создать инструмент с единственной целью убивать людей? Была создана группа под названием Ермунганд. Это было после того, как наковальня кузнеца исчезла из мира людей. Глава 319. Почему монстры Ермунганда назвали Каншинхека своим отцом? Ранее он слышал о Цукуя и других, как созданные им артефакты влияли на миры и измерения, но он думал, что этого объяснения почему-то не хватает. Действительно, если бы Ермунганд был другой стороной зеркала, то так можно было бы назвать не только Каншинхека, но и многих других. Конечно, в его прошлой жизни были удивительные навыки кузнеца, и теперь, когда он перевоплотился, они в некотором смысле продвинулись вперед, но Ермунганд был огромной группой, которая охватывала бесчисленные миры. Почему только к нему относятся как к их отцу? Это была только часть причины, и теперь, когда он восстановил все воспоминания о своей прошлой жизни, он понял это. Ситуация была настолько абсурдной, что он никогда не предполагал этого. Это то, что я сделал. Он взял оставшиеся хиральные фрагменты и проверил их. Теперь, когда его воспоминания были восстановлены, он мог сказать, что именно Анвил, а не кто-либо другой, первым создал его. Если быть точным, то, что сделал Анвил, было огромным зеркалом, а хирал, который он сейчас держал в руках, был всего лишь осколком этого зеркала. Само огромное зеркало называлось хиральным. То, что он содержал, было способностью увеличивать силу монстров, давая им систему, порядок и новую энергию, называемую магами. Он обладал способностью перемещаться по измерениям, и в результате монстры объединились с центральной точкой, чтобы сделать атакующие миры более эффективными. Придя к довольно поспешному выводу, можно было бы сказать, что даже смерть родителей Каншинхека была связана с ним в его предыдущей жизни. Ха. Каншинхек не собирался соглашаться с таким фрагментарным и глупым выводом, но и не собирался полностью отрицать свою карму. В этой ситуации, когда казалось, что его голова вот-вот лопнет, он смог вытерпеть это, потому что полностью приобрел воспоминания о своей предыдущей жизни и в результате стал более зрелым умом. Администратор, скольким известна эта информация, Анвел создал Хирала незадолго до того, как присоединился к вселенной героев, кузнеца, который не умел сражаться, а только мастерить. Затем преследовали неконтролируемые монстры и похоронили в бункере. Тогда он просто стучал по металлу, не зная, что было потеряно или что осталось, не зная, какие ужасные последствия его работы будут иметь во всех измерениях. И он присоединился к вселенной героев, понпространственной организации, созданной, чтобы справиться с Ермунгандом. Поскольку он был достаточно талантлив, чтобы создать Ермунганда, это было бы естественно. Он был квалифицирован, чтобы войти во вселенную героев, только очень немногие вип-участники знают об этом. Несмотря на то, что его тонны отношения изменились, администратор отреагировал так, как будто это было естественно, очень мало. Да, так казалось, прямо сейчас Цукуя выглядел мрачным, в то время как Шу, казалось, был в недоумении. Клэр безмолвно крепко держала его за руку. Он не мог понять, о чем она думает, но если бы не ее теплота, он, возможно, рухнул бы на месте. Но, есть одна вещь, которую я пока не понимаю. Несмотря на то, что скорость синхронизации увеличилась всего на 0,1%, слишком многое изменилось в одно мгновение. Жирная головная боль зловещими тучами нависла над его головой. Несмотря на то, что его анализ был завершен, Шпилька продолжала выпускать воспоминания и эмоции из его прошлой жизни, когда он едва убрал ее, нахмурившись. После полного уничтожения мир бы течение времени с Землей могло значительно измениться. Однако странно, что период между присоединением к Вселенной Героев слишком короток, так как я создал материал, который был основой Ермунганд в моей предыдущей жизни. С того момента, как я присоединился, казалось, что они сражались против Ермунганда очень долго. Это, конечно, не измерялось годами или десятилетиями. Это, да, верно, дедушка. Конечно, наш народ давно знал о существовании Ермунганда и с поколения в поколение создавал членов Вселенной Героев, чтобы сражаться с ними. Да, временный разрыв был странным. Было странно, что Ермунганд был организован своей предыдущей жизнью, поскольку Вселенная Героев существовала задолго до этого. Но очевидно, что Вселенная Героев не была организацией, направленной против них. Логика не укладывалась в голове. Анвил, ты знаешь, что значит Ермунганд? На его вопрос ответил Цукуя. На самом деле, он ждал, что она это сделает. Я не знаю, на что это похоже в других мирах, но на Земле это чудовище из скандинавской мифологии. Дитя Локи. Он обернулся вокруг человеческого мира и укусил себя за хвост. Локи был первым, кто назвал группу монстров Ермунгандом. Если так, то, может быть, и Локи тоже. В голове у него снова заколотилось. Однажды он встретил Локи во время пространственного квеста. Он был очень приятным молодым человеком, которому нравилось шутить, но в то же время он был очень внимателен к Каншин Хеку. Но, да, он чувствовал себя Цукуя и, может быть, где-то Янусом. Цукуя медленно кивнула, объясняя. Вселенная героев защищает равновесие между человеком и монстром, светом и тьмой, добром и злом. Из-за твоего роста баланс сильно изменился, поэтому Янусу пришлось измениться. Это был его первый раз, когда он слышал это, но он кивнул. Перемена Януса была настолько драматичной. Было ясно, что за этим кроется такая причина. Если равновесие нарушится еще больше, чем сейчас, тогда Локи, ты имеешь в виду, что Рагнарик произойдет. Я чувствую облегчение, Анвилл. Прошло много времени с тех пор, как изменился даже Янус. Теперь казалось невероятным, что вселенная героев была против Ермунганда. Если такие участники, как Янус или Локи, имели двойную связь с ними обоими, не кажется ли это более похожим на то, что у них были близкие отношения? Или, скорее, это было похоже на то, что Ермунгант был под группой, принадлежащей вселенной героев? Я ожидал немного от своей прошлой жизни из-за твоего подозрительного отношения. О, мне жаль скрывать от тебя факты, Анвилл. Но я не мог сказать, ладно, ладно, на этом пока все. Было несколько вещей, которые он хотел обсудить, но сейчас важнее всего был Ермунгант. Я понимаю значение слова Ермунгант, почему Локи дал ему это название. Это также группа, связанная со вселенной героев. Итак, что ты хочешь сказать? В конце концов, загадка, связанная со временем, остается неразгаданной. Вы, вероятно, знаете символ, обозначающий Ермунганда. Ты имеешь в виду Урабараса. Урабарас был змеей, укусивший себя за хвост, символизируя бесконечность и вечность. Цукуя подтвердил кивком, когда его лицо изменилось, мысли о возможностях появились в его голове. Хирал, созданный Анвиллом, обладал такой способностью, что, Коншинхек слегка прикусил губу. Нет, но, конечно, если да, то насколько невыносимыми были его поступки в прошлой жизни? У Ермунганда нет ни начала, ни конца, поэтому не имеет значения, когда он был создан. Выход за пределы мира в момент рождения, вмешательство, искажение и корректировка явлений. Анвилл, разве ты уже не собрал фрагменты этой силы, Хиральной? Нет, она имела в виду саму его черту, королевского дракона. Хотя он все еще был неопытен, он, несомненно, пробудил силу вмешиваться в причинно-следственную связь и изменять ее. Но это было не так, может ли оно превзойти даже пространство и время? Тело другое, но душа та же самая. Анвилл, это не совпадение, что ты приобрел эту черту характера. Хорошо, долгое объяснение было окончено. Были определенные предположения, которые он не мог понять, но в них было достаточно смысла. Кан Шин Хек испустил долгий вздох. Конечно, я с самого начала не думал, что это боевая черта. Когда Кан Шин Хек закрыл рот, все замолчали. Хиральный, преодолевающий интерференцию времени и пространства, приводящий к переворачиванию истории всех измерений. Нет, в тот момент, когда родился Хирал, Ермунгант уже стал естественным существом. Не было даже времени, когда история повернулась вспять. Милая, ладно, не волнуйся слишком сильно. Я просто немного устал. Я не собираюсь делать ничего, что могло бы вас беспокоить. Это может нарушить причинно-следственную связь. Клэр, поняв, о чем они говорили, с выражением наполовину печали прилипло к нему. Однако он специально не развивал такие способности, и у него не было записей о создании чего-либо подобного этому. Даже если бы это стало возможным. Возможно, то, что он должен сделать, это не тривиальная, трагическая попытка изменить прошлое. Теперь ты, должно быть, все понял. Нет, не все. Только самые важные секреты, связанные со вселенной героев. Ладно, ладно. Что делать в будущем? Что он будет делать в будущем? Теперь он знал. Глава 320. Колыбельная. Ранг Икс 3. Особая способность. Колыбельная. Колыбельная. Усыпляет все вокруг. Как будто этому вообще нет объяснения. Коншин Хек рассмеялся над системным сообщением, которое появилось перед ним. После возвращения на Землю и в царство системы Гая он попытался отобразить статус колыбельной, но увидел только это. Кроме того, что это были завопросительные знаки, он предпочел бы, чтобы там просто говорилось, что это невозможно интерпретировать. Это не из-за отсутствия у меня способностей. Независимо от моего мастерства, система Гая в конечном итоге переводит это в текст, чтобы показать мне. Конечно, нет никакого способа узнать, являются ли возможности системы недостаточными. Первоначально, для предметов, которые превышали Х-ранг, даваемое объяснение, как правило, было намного грубее, чем то, которое он непосредственно воспринимал с помощью своего навыка. Это прояснило ситуацию. Теперь для него система Гея не имела особого смысла. Ха, когда ты становишься трансцендентным, это то, что испытывает каждый. Вместо того, чтобы полагаться на Гею, было бы правильнее, если бы вы просто почувствовали это. Верно, когда я попробовал использовать браслет, который получил от дедушки, мой ранг поднялся по желанию. Гея не очень надежно. Цукуя и Шу вгрызались в Гаю, как будто они к этому привыкли. Только тогда это прозвучало так, как будто Гея была реальным человеком, а не просто системой, которая контролировала всю вселенную. Нет, разве это не было чем-то новым? Администратор обычно так разговаривал. Кстати, почему вы, ребята, здесь? Клэр недовольно заговорила. В любом случае, работа в Мербе подошла к концу, и они благополучно вернулись в мою комнату до того, как Мерба исчез. Поскольку артефакты, поддерживающие его жизнь, были восстановлены, это было вполне естественно. Клэр, которая решила, что он был истощен физически и морально, немедленно объявила о распуске и вернулась с ним в их комнату в Шининге. Конечно, я беспокоюсь об Анвилл. Разве ты забыл, что именно поэтому администратор вызвал нас? Я тоже хочу сделать что-нибудь с дедушкой. Я не могу в это поверить. Я признаю, что это было полезно. Но вы, ребята, теперь, когда Клэр попыталась сказать что-то еще, Каншин Хекс хватил ее за руку, чтобы успокоить, и посмотрел на Цукуяишу. Спасибо вам обоим за то, что подумали обо мне, но прежде всего, я хочу провести некоторое время наедине с Клэр. Давай поговорим позже. Хорошо, Анвилл. Где я могу остановиться? Каншин Хекс сделал паузу, услышав ответ Цукуя. Она подумывала о том, чтобы остаться здесь на некоторое время, а администратор даже не попытался к ней прикоснуться. Нет, было бы правильно рассматривать это как то, что Каншин Хекс стал полноправным ВИП-членом, и его авторитет возрос. Если бы Цукуяишу захотели, вероятно, было бы нормально, если бы они остались на земле на некоторое время. Если так, то Каншин Хекс включил свой телефон. Подождите минутку, я сниму комнату для вас двоих. Подожди секунду, ты имеешь в виду, что я должен оставаться в одной комнате с этим черным лисом. Пожалуйста, наберитесь терпения. Да, если дедушка попросит меня об этом, я ничего не могу с собой поделать, неважно, насколько это немного прискорбно. Ты оставишь меня в покое, но будешь совершенно свободно разговаривать со всеми остальными. Каншин Хекс связался с директором, и менее чем через пять минут он получил разрешение воспользоваться другой комнатой в королевском классе. Еще не так много учеников получили право перейти в королевский класс, так что вы пока будете свободны. Я сам стал лучше использовать эту силу. Что это за сила? Это просто способствует удобству моего друга. Когда Клэр ненадолго вышла из комнаты, и все трое вышли в коридор, по совпадению, Пэк Инха, только что вышедший из своей комнаты, широко открыл глаза при виде их. Синюк, ты, такие красавицы, гораздо позже, если ты пройдешь квалификацию, я скажу тебе тогда. А как насчет представления, разве я не должен представиться? Он милый парень, но мне всегда нравился Энвил. Цукуя соблазнительно улыбнулась и прижалась грудью к руке Каншин Хека. Даже сквозь одежду ее контуры были четкими. Пэк быстро понял, как далеко она была от этого, и осторожно отвел взгляд. Эй, ты это, Клэр Нуна, я уже знаю, не беспокойся об этом, давай поговорим позже. Ладно, тогда давайте также послушаем, что такое наковальня. Ему нечего было терять, имея хорошего друга. Каншин Хек почувствовал себя немного виноватым из-за того, что не смог все объяснить быку, и пообещал поговорить позже. Тогда ты можешь остаться здесь, вам нужно объяснение этого объекта. Цукуя заглянула в отведенную им комнату и покачала головой. Нет, я вижу это примерно, потому что у тебя есть духовная сила. Дедушка, в отличие от внушительного Цукуя, шу, у которого часто было блуждающее выражение лица, повернулся к Каншин Хеку с выражением большой решимости. Хэм, не унывай. Когда Каншин Хек повернулся к ней лицом, она произнесла это, а затем быстро подошла, слегка приподнявшись на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. Благодаря тебе я могу целоваться, даже если не убегаю. Хэх. Каншин Хек не находил слов, поэтому он ограничился тем, что нежно расчесал волосы шу. Спасибо, шу. Дедушка, мой благодетель, так что я могу сделать для тебя все, что угодно. Малыш, что ж, давайте посмотрим. Цукуя посмеялся над скромным поведением шу и подошел к Каншин Хеку. Анвел, ты помнишь, что я говорил ранее о твоих способностях и Ермунганде. Вы имеете в виду, что члены вселенной героев делают что-то похожее на Ермунганда. Думая об этом, Цукуя был тем, кто дал ему почти все объяснения. С тех пор как он присоединился к вселенной героев, многие из созданных им видов оружия распространились по многим мирам руками ее членов и сыграли свою роль в балансировании мира. Ему было неприятно это признавать, но Ермунгант был похож на него. Если и была разница, то была ли она в том, что Ермунгант был большим и неконтролируемым. На самом деле, даже оружие, сделанное тогда, не было совершенным. В конце концов, это не более чем оружие, которое имеет смысл только тогда, когда находится в человеческих руках. В результате некоторые виды оружия уничтожили миры, отличные от первоначального замысла. По сути, это не сильно отличалось от того, когда я создавал Ермунгант. Но, Анвил, ты продолжай. Так что в следующий раз ты обязательно сможешь его завершить. Да, я тоже это знаю. Но можно ли это назвать совершенством в истинном смысле этого слова? Теперь у Каншенхека была иллюзия, что он идет по определенному пути к будущему, результаты которого он уже знал. Даже когда она будет завершена, результат будет таким, каким он видел его сейчас. Ужасно иметь дело с причинно-следственными связями, что действительно раздражает. Так это то, что у меня нет никакого способа или плана избежать этого. В тот момент, когда он понял, что стал трансцендентным. По иронии судьбы, он осознал свою беспомощность. Затем, когда он попытался развернуться, да, я этого не вынесу, ах, бууууу, хаим. Цукуя сократила расстояние между ними с неузнаваемой скоростью и прижалась губами к его губам так сильно, как только могла. Замок быстро рухнул под непреодолимым натиском, когда сквозь него проскользнул язык. Это был первый раз в его жизни, когда он целовался так агрессивно и невежественно. После того, как он попытался собраться с мыслями, ему едва удалось оттолкнуть Цукуя и закричать, широко раскрыв глаза, «Я действительно не могу успокоиться, должны ли вы сейчас удовлетворять свои потребности в этой ситуации, но все неудачи прошли, верно?» – спросила Цукуя, как будто облизала губы. Ее абсурдные действия и слова заставили все его мысли улетучиться, он задавался вопросом, было ли это ее намерением, но это было полезно для него, «Ах, я не буду говорить тебе спасибо, Цукуя, для этого нет причин, я женщина-энвила, для меня вполне естественно поцеловать тебя, ты, ты, лиса», вместо спокойного коншенхека кричал Шу, «Я смирился с этим, я ограничился щекой, кто сказал тебе быть терпеливым, если бы он оставил это в покое?» Здесь разразилась бы чудовищная война, когда коншенхек поспешил успокоить их, Цукуя улыбнулся ему, «Анвил, ты все еще ошибаешься в одной вещи, что, очевидно, вы знаете готовый продукт, но это только один из результатов, ты все еще не знаешь, что с тобой будет после этого, ты даже не знаешь, конечно, я не знаю, сначала я даже не принял твою реинкарнацию, я даже представить себе не мог, что ты в прошлой жизни еще не закончил бы». Поскольку Цукуя уже знала результат, она не могла убедить себя, что Анвил прошла через громоздкий процесс перевоплощения, однако она поняла, что порядок был противоположным, что результат и процесс были противоположными, и смогла принять его как наковальню. «Возможно, она докопалась до истины быстрее, чем кто-либо другой». Коншенхек молча кивнул, и она снова улыбнулась, «Так что подумай об этом, Анвил, который полностью доминирует над причинностью и создает систему, на которой основан мир, кто осмелится предсказать поведение такого человека». Сказав это, Коншенхек почувствовал, как его затуманенный разум прояснился, Цукуя, заметив перемену, казалась счастливой. «А теперь, разве это не может решить некоторые из ваших проблем?» «В конце концов, ты лиса, конечно, не просто лиса, а лиса с девятью хвостами, девять черных хвостов выросли у нее за спиной и затрепетали, это была сумма ее силы, если бы это был Коншенхек из прошлого, он бы упал в обморок, просто взглянув на него, да, я это знал, тогда ты также знаешь, что я никогда не промахнусь мимо своей цели, я впервые слышу об этом, вы должны быть готовы, На время, недоступной человеческим чувствам, я скучал только по тебе, Цукуя облизнула губы и снова попыталась сократить дистанцию, Коншенхек быстро выбежал из комнаты, опасаясь за свою жизнь, ха, дедушка, дай мне тоже отдельную комнату, прости, Шу был принесен в жертву, последовавшая за этим жертва, с этой жертвой, Новый год был ярким, хотя в поисках Шин Юны пока не было никакого прогресса, Способность Коншенхека преодолевать ограничения развивалась с поразительной скоростью после посещения Мирбы, Клэр тоже достигла своей цели, на следующий день Хала связался с нами, глава 321 в тот день, как ни странно, запрос на отправку был отправлен Коншенхеку, это было потому, что впервые в мире появились нерегулярные ворота, которые нельзя было измерить, Естественно, способности сверхлюдей на земле в прошлом Халфьярыт это происходило из-за их экспоненциального роста, в частности, члены Маскетбатчус в настоящее время это сокращенное название мап великолепно выросли, Теперь люди земли тоже начинают замечать, но чем они сильнее, тем выше будет уровень врат, сбор должен был состояться через 10 минут на большой игровой площадке, проверив сообщение, он уже готовился неторопливо выйти, но внезапно администратор ответил на его разговор с самим собой, Не за что, человечество будет вечно вращать колесо, он только вздохнул, раньше он просто считал это порочным кругом, и он уничтожит источник Ермунганда, Однако Хирал, который он создал в предыдущей жизни, служил его источником, и даже если он уничтожит его, он столкнется со своим уничтожением, До Ермунганда монстры просто появлялись, теперь Ермунганд контролировал их, как я и предполагал, люди эффективно отбиваются, поэтому у них нет времени сражаться друг с другом, Однако одного этого было бы недостаточно, чтобы обеспечить их выживание, вот почему группа под названием Вселенная Героев проверила их и позволила цивилизации продолжаться, Была причина, по которой члены Вселенной Героев были враждебны к Ермунганду, но не преследовали их до самых корней, Теперь, когда он полностью восстановил воспоминания о своей прошлой жизни и немного повзрослел, Коншенхек ненавидел это признавать, это захватывающий дух канад, так устроен мир, член клуба, все просто пытаются расти, и вы направили их в очень позитивном направлении, Вы все еще немного спокойны сегодня, администратор, я так взволнован, что пытаюсь подавить это, бонус в 5 000 000 хапы, да, я сказал это напрасно, вчера ты отправил больше, чем это, администратор со вчерашнего дня в хорошем настроении, верно, вчера он услышал об одном событии, который заслуживает того, чтобы его отметили, и некоторые пришли бы в ярость, услышав об этом, да, уходишь, врата, я закончу это как можно скорее и вернусь, Тогда я тоже, Клэр проснулась и обнаружила, что Коншенхек встает с кровати, однако Коншенхек поспешно подбежал к ней и уложил ее обратно, нет, продолжай спать, и все же, все в порядке, хэм, Клэр позволила своей голове упасть обратно на подушку, но Коншенхек все еще не мог успокоиться, не переусердствуй ни в чем, понял, ах, что ты делаешь, прошло всего 3 недели, если что-то пойдет не так, это все равно пойдет не так, да, хорошо, тогда поцелуй, Он поцеловал Клэр и через мгновение ушел, как только дверь закрылась, у него вырвался вздох, я не знаю, есть ли на самом деле ребенок Вам повезло, что вы получили официальный диплом и сертификат сверхчеловека в ходе переговоров со школой в прошлом году, это не такая уж проблема Дело в том, что я все еще не совершеннолетний по корейским законам, вчера он узнал о беременности Клэр, если бы Коншенхек все еще принадлежал Шинин в качестве студента, это вызвало бы шумиху Даже в первые дни его инаугурации были части мира, которые не знали, как с ним обращаться, но теперь его позиция инструктора и один в мире была прочно закреплена Клэр тоже это знала, поэтому сказала, что хочет иметь ребенка Нет, не только это, но он задавался вопросом, хочет ли она иметь с ним более глубокую связь Я не должен беспокоиться об этом, но как дурак Нет, я дурак Это была его вина, если он не смог успокоить ее, он потерпел неудачу в своей прошлой жизни, но на этот раз он не оставит это так Теперь у него была способность сражаться, а не просто мастерить, но потерять кого-то дорогого было ужасной мыслью Да, Евна тоже, он обязательно найдет ее, по этой причине он неуклонно становился сильнее Коншенхек, ранг Х2, черта характера, королевский дракон Х, физические способности, прочность Х2, маневренность Х2, выносливость Х2, особые способности, духовная сила Х2, выключатель Х3, умение, королевский дракон ХХ, бог ветра Х2Х2, космическое господство ХХ2, темное мастерство ХХ, мастерство владения светом ХХ, владение огнем ХХ, Яд души Х2Х2, металлургия Х2, эмоции Х2, ремонт Х2, хорошо, вы намного превысили среднюю силу вип-участника, по сути, чем они сильнее, тем медленнее темпы роста Когда Коншенхек освоил колыбельную, он страдал от двух серьезных психических изменений, поскольку восстанавливал всю свою прошлую жизнь, и, естественно, это привело к эволюции его способностей и их взрывному росту, так что он достиг среднего ранга Х2 Члены вселенной героев должны были пройти через 200 лет трудностей, чтобы соответствовать его уровню роста Основываясь на историях, которые он слышал от вип-членов на секретной доске объявлений Было сказано, что черта характера Коншенхека имела полезность, которая превосходила даже годы других талантливых участников Было бы нормально судить о том, что ваша черта характера является наиболее эффективной в саморазвитии Вы тоже можете увидеть результаты, конечно, но, как я уже говорил ранее, только вы можете точно определить свои способности Важно было точно знать их, потому что он мог быстро развить свои способности только тогда, когда полностью понимал себя Однако иногда знание может привести к менее чем желаемым результатам О, я действительно не могу этого сделать, ничего не делать, ха Коншенхек приложил руку к голове, наблюдая, как Ленахи и Элеонор просто лежат на игровой площадке Что вы, ребята, делаете? У меня вообще нет мотивации Не важно, насколько я хорош, ты все равно вернешься к Юнне Ха, ха-ха, все быстротечно Это зрелище Съемочная группа уже была на готове, но, к счастью, люди знали, что могут доверять МЭП Даже несмотря на это жалкое зрелище Бриджит выглядела так, словно могла начать смеяться в любой момент, когда она подошла к Коншенхеку Они не могли признать это до сих пор Они тянули время, а теперь знают, что она беременна Кстати, в такое время, когда я должен войти в ворота неизвестного ранга Мы пойдем вместе Бриджит накрыла его руку своей, бормоча какую-то чушь И он без колебаний щелкнул ее по лбу Ты первый, кто уйдет А о, эта железная стена действительно такая красивая Это действительно зрелище На этот раз это была Ахина, когда он оглянулся назад Только на ней была официальная униформа МЭП На самом деле, казалось, что она была несколько чересчур официальна Ты тоже был заражен вирусом средней школы? Нет, я пытаюсь стать настолько сильным, насколько могу, чтобы остановить это зло Нет, спасибо Поехали Бэк Линха, появившийся секундой позже, издал радостный вопль Он все равно знал, что они пришли из одной комнаты Но они пытались скрыть это таким образом Подожди, место Клэр свободно, так что возьми с собой Виту Хэм, почему твоя Нуна? Ах, да Бэк умри Что? Эй Пэк пережил гнев Линахи и Леоноры, используя Ахина в качестве щита В то время как доблестные попытки Ахина защитить имидж МЭП провалились Как раз в этот момент появилась Вита Я здесь Коншинхек, Леонора, Линахи, Ахина, Пэк Инха, Бриджит и Вита Всего собралось семь человек, которых Коншинхек поставил на место Врата находится в Америке Ты должен пойти поприветствовать ее родителей Кукольник, говорят, что есть признаки эрозии Я думаю, тебе нужно поторопиться Оператор, который до этого был неподвижен Подтолкнул Коншинхека вперед, демонстрируя довольно расслабленные отношения А, я понял Он кивнул и жестом подозвал оператора поближе Изобретения, сделанные им, Клэр и Витой, привели к огромным изменениям в сверхчеловеческой деятельности Одним из них был оператор, который вошел в ворота вместе с командой Суперхуман, чтобы заснять их выступление Роль оператора на этот раз также была важна, поскольку эти ворота были первыми на земле Это будет мой первый раз, когда я буду снимать Бахуса в маске Большое вам спасибо Ах, да, тогда давайте отправимся прямо сейчас Да, вертолет Мы не можем отправиться к вратам, которые произошли в США на вертолете Что, если подумать об этом, возможно оператор был не настолько быстр Коншинхек вздохнул, активируя свою способность к доминированию в пространстве В мгновение ока группа оказалась перед трещиной в пространстве О, нас засосало, как только мы переехали Это похоже на смехотворно большие ворота Мы уже в деле, это не имеет смысла Оператор много болтает Извините, но он с нами Хек ответил на жалобы Линахи улыбкой Это были опасные ворота, у которых не было определенного ранга И обычно оператора не приводили в такое опасное место Причина, по которой он был там, заключалась в том Чтобы показать, что МЭП может сделать невозможно и небрежно О, но так много Системное сообщение не появилось даже после входа в ворота Тем не менее, он расширил свою духовную силу Чтобы исследовать все направления врат Сразу же решив, что аварийный выход не понадобится Но, это немного странно Независимо от того, насколько высок ранг Система Геи все равно обычно реагирует Я не знаю, что случилось Администратор нерешительно ответил на бормотание Каншин Хека Чуть позже он узнал, что случилось с системой Геи Глава 322 Я умру, я умру Ты не умираешь, так что просто держись Большинство появившихся монстров были химерами с плесенью по всему телу Каждый раз, когда в них попадали, они распространяли грязные споры Которые ослабляли защиту их врагов и поглощали их магию Ты и они были злобным монстром, который давал всевозможные дебафы Что ты можешь сделать с этим дебафом? Вита анализирует это Сначала выпей зелья Черт возьми, это не полностью возвращается Остерегайтесь спор Они выглядели так, как будто бесчисленные монстры были смешаны вместе Смешивая не только формы, но и способности С ними можно было встретиться один на один Но эти дебафы были серьезными Даже Бриджит и Элеонора испытывали отвращение к спорам Кяхак, ха-ха, о боже мой, Кии Элеонора пронзила копьем сразу трех химер Энергия исходила из наконечника ее копия Уничтожая споры вокруг нее У нее все было отлично Но Каншинхек, который анализировал ее духовную силу Протягивая свою через врата, закричал, прочитав ее ауру Не дерись, выкрикивая мое имя Но это более мощно Ааа, Элай, это сексуальное домогательство Нахи тоже старшая Уровень монстров был высок Но это было само собой разумеющимся Поскольку врата не могли быть ранжированы Для Каншинхека это не имело большого значения Но для других участников мап это было немного ошеломляюще Или, по крайней мере, это было бы без бафа Который дал им Каншинхек Пассивный баф увеличивал их энергию и скорость роста Но активный баф концентрировал энергию до уровня Который почти удваивал их силу Ха, Ха, Экинха Который почувствовал, что его сила усилилась Когда он боролся с химерами Твердо ступил на пол и пнул своих врагов Химеры, не выдержав сильного удара Вырвались наружу и осыпали его спорами Но сильный ветер, который он создал Отогнал их прочь Он отогнал химер назад и начал защищать Ахина Заботьтесь в первую очередь о ее безопасности Шенюк Если бы вы могли усилить нас Сделайте это быстрее Нет, если ты всегда привык к бафам Которые я тебе даю У тебя будут проблемы Когда их не будет рядом Это все для того, чтобы помочь вам оставаться бдительными В любое время Мы недостаточно бдительны у неизвестных ворот Все, казалось, были потрясены тем фактом Что они не могли проверить ранг своих врагов Но в глазах Каншин Хека эти монстры были сильны Но он не чувствовал их трансцендентально сильными Свойственными монстрам за пределами текущего предела Проще говоря, если бы они действительно были X ранга или выше Остальной команде пришлось бы сосредоточиться на одном Чтобы убить его Я предполагаю, что есть проблема из системы гей Это, конечно, так кажется Когда Каншин Хек нажал на свой баф Члены Ма подплатили за унижение Которое они перенесли от этих монстров Как только ряды стабилизировались Бриджит переключилась на полировку себя Чтобы еще больше ускорить их покорение врат Вита, как дела? Каншин Хек использовал наноботов для очистки спорхи меры Пока Вита анализировала их Он мог определить уровень врага с помощью своей собственной духовной силы Но это было в сфере интуиции Что касается точных данных Вита была более точной и надежной Да, папа прав В лучшем случае он достиг текущего предела Есть только эти странные химеры Другими словами, ранжируя его текущий предельный уровень Это означало ССС ранг Конечно, это само по себе было напряженно Это был тот же уровень, что и монстры Появившиеся с Янусом в прошлом году Однако, по сравнению с выступлением членов его команды Это было не так страшно О, споровая вакцина завершена Я дам вам вакцину, так что теперь все могут игнорировать споры Я абсолютно ненавижу это Какими еще способностями обладают споры Все в порядке, потому что у вас есть полная картина И я уже ввел его Вита Вита ввела готовую вакцину всем своим союзникам с помощью наноботов Тем не менее, атаку больше не нужно было откладывать Потому что они опасались вражеских спор Поэтому Каншин Хек вздохнул и успокоил своих товарищей по команде Нет необходимости быть чрезмерно бдительным Они не станут сильнее, чем сейчас Так что ты сможешь продвигаться вперед Говорят, что ранг неизвестен Теперь я понял это Это уровень СССС Это самый худший вариант Но это то, что мы знаем В качестве теста Бриджит разбила Химере голову Но споры на нее действительно не подействовали О, это действительно нормально? Тогда давайте организуемся здесь и двинемся дальше Прошло 30 минут с тех пор, как мы въехали в ворота Но эти ворота немного странные Должен ли я сказать, что структура слишком проста? Это то, о чем он думал с самого начала Это было широкое пространство Без ловушек или лабиринтных структур Характерных для ворот высокой сложности Это было похоже на то Как будто часть огромного Искусственно построенного здания Была разорвана на части Это настоящие врата? Может быть у тебя галлюцинации? Монстры реальны? Обязательно убейте их Коншин Хек, который пытался проанализировать ворота дальше Не смог прийти к удовлетворительному выводу Было только одно, что он обнаружил И это было то, что у этих ворот был трюм Ведущий к другим Это техника Ермунганда Что это? Приглашение? Если бы врата были созданы намеренно Было бы предсказуемо, что сильнейший из человечества Коншин Хек войдет Тогда что же было за этими вратами? Коншин Хек почувствовал, как его сердце колотится от беспокойства и волнения Я чувствую, что Янус зовет Ты бы хотел пойти? Мне нужно идти Ситуация прояснилась Коншин Хек скорректировал свое выступление так Чтобы оно не бросалось в глаза Когда он атаковал ворота со своей группой Время от времени поглядывая на оператора Что? Я испугался, потому что ранг был неизвестен Это уже закончилось? Ах, выход! Все это было чудесно! Видеозапись тоже потрясающая Оператор, который от начала до конца заботился только о себе и камере Поднял к ним большой палец Средства массовой информации заранее подчеркивали Что это были ворота неизвестного ранга Без Бахуса в маске было бы невозможно сражаться с этими неизвестными монстрами без каких-либо жертв Чего хотят зрители, так это это и ошеломляющие силы Хорошо, хорошо, так что давайте закончим съемку прямо сейчас Все кончено Давайте сделаем красивую фотографию всех, кто выходит из ворот Так что выходи и жди Коншин Хек оттолкнул оператора от выхода и оглянулся Вообще-то, там еще немного осталось, так что я все уберу Может быть что-то подозрительное Бриджит, которая стала чувствительной только к бессмысленным вещам Посмотрела на него сияющими глазами Но Коншин Хек тоже начал выталкивать ее Все возвращайтесь первыми Это действительно пустяки О, Вита, ты останешься? Да Ааа, подожди секунду, младший Если я не останусь, ты очень пожалеешь Это не так, так что возвращайся Шин Хек, все в порядке Выходите и успокаивайте людей Ничего страшного, если я уйду первым Когда Коншин Хек войдет в ворота Внешние ворота, вероятно, тоже исчезнут Их цель достигнута Все смотрели на него с прищуром Но больше не могли преследовать его Даже Ленахи и Леоноре, признанным членом вселенной героев Не разрешили сопровождать их Так что еще можно было сказать Ну, в данном случае я не хочу чувствовать себя отчужденным Я так много работал Но, в конце концов, это ничего не значит Мы найдем что-нибудь, что мы могли бы сделать вместе позже При этих словах Ленахи повернулась к нему с сияющими глазами Как будто была этим сильно недовольна Если ты поранишься и вернешься Я тебя ударю Я должна вернуться за своим ребенком Значит, ты тоже сделаешь это со мной Да, она тоже была глупым человеком Илай, забирай этого преступника и быстро уходи Эй, не пострадай Отпусти меня И Леонора победила Ленахи и вытащила ее оттуда Иг вздохнул и сразу же ушел Сахина Вы нашли следы нашего Энни Разные, но это связано Тогда и я тоже Подожди снаружи, чтобы не потерять свою жизнь Вау Бриджит, оставшаяся до конца, тоже была выброшена на выход Папа, можно я останусь? Вита Извините, что спрашиваю вас об этом Но я хотел оставить связь с Клэр на случай чрезвычайной ситуации Все в порядке Это была моя роль с самого начала Вита ответила широкой улыбкой Хорошо, спасибо Тогда пошли Коншенхек погладил ее по голове А затем взял за руку Именно в этот момент поступил звонок от Хала Шепот Ореола Ты не можешь пойти туда Наковальня Ореол? О, Ореол Он уже давно ничего не слышал о Хала Еще более удивительно было то, что администратор, казалось, был смущен этим Шепот Гало Опять же, ты не можешь туда пойти Яну сделает что-то трудное Хэм, на этот раз все немного хуже Вы можете в конечном итоге сделать что-то не так Почему ты это знаешь? Шепот Ореола Наковальня Да, я понимаю Тогда я знаю лучше Если вы сейчас отправитесь к Янусу В результате с Янусом случится что-то плохое Ореол, который понял, что с ним произошло Всего за этот короткий обмен репликами Говорил так, как будто это было хорошо У Коншенхека было предчувствие, что его отношение с Хала сильно изменится Но он не мог забрать пролитое молоко Так что же я должен делать? Игнорировать это? Шепот Гало Это верно, за этими воротами находится территория Ермунганда Мне все равно нужно идти Я хочу поговорить с Янусом хотя бы раз Шепот Гало Это так? Молчание длилось целую вечность, прежде чем он ответил снова Шепот Гало Тогда у нас нет выбора Но тебе придется выбирать осторожно, Анвил Вы знаете, что делать в том виде, в каком вы есть сейчас Шепот Гало Тогда давай Ворота рухнули Затем Коншенхек схватил Виту и поспешил через ворота Глава 323 Это был мир света То, что его ожидало, было миром, полным чистого света, который не мог даже отбрасывать тень Януса там не было, но ему все же удалось найти следы существования, которые он хорошо знал в окружавшем его горячем свете Ты здесь, Анвил Ореол, Коншенхек потерял дар Ричи от представшей перед ним сцены У него не было ни начала, ни конца Это не было ни материальным, ни ментит Был просто свет В тот момент, когда он понял, что это значит, ответ пришел Да, я Ореол, я так думаю Но, я думаю, я думаю, что теперь у тебя другое имя Что Коншенхек раньше думал о Хала Кем он себя считал, человеком или деревом? Какая-то другая неизвестная раса Все это было неправильно Он ошибался в тот момент, когда думал, что у него есть определенная форма в первую очередь Да, смертные также называют меня Геей Гея, мир, полный света Нет, может быть, все это место было просто внутренним пространством существа по имени Галой Гея В тот момент, когда он понял это, Коншенхек почувствовал, что не может дышать Кто бы мог подумать, что хозяин системы Гая станет членом вселенной героев Но да, были намеки Администратор и даже Цукуя, мастер великой силы, относились к Хала с уважением Только теперь он понял истинную причину Однако администратор, который хотел выяснить причину, оказался в ситуации, когда они не могли быть подключены Администратор не имеет права вмешиваться в это пространство Хотя он побывал в мире, где система Геи была заблокирована, он никогда не был в мире, где была вселенная героев Поэтому для Коншенхека было естественно чувствовать себя не в своей тарелке Если бы не синхронизация его предыдущей жизни, он бы запаниковал Не волнуйся слишком сильно У меня нет намерения причинять вред администратору Наша позиция в корне схожа Похожий на вселенную героев Не так уж удивительно Разве вселенная героев не является группой, которая влияет на целые миры Даже я не мог его контролировать, не мог игнорировать или уничтожить Поговорив с администратором, я решил стать участником Ха-ха-ха Его разум был полон смятения Тем временем он вспомнил, что Вита нырнула вместе с ним в ворота Но ее нигде не было видно Что насчет нее? Если вы имеете в виду ребенка, который пришел сюда с вами Вы, вероятно, знаете лучше, чем я Что это? Ха-эм? Он был сбит с толку словами Хала Но попытался распространить свою духовную силу Затем он почувствовал ее присутствие в подпространстве Связанном с ним, в том самом, в котором обычно находилась Оникс Несмотря на то, что изначально это был мусорный склад Мусора не осталось, потому что Оникс съел его весь Теперь он использовался как подпространство Пространство, отдельное от инвентаря В отличие от инвентаря, у него было преимущество в том, что в нем находились люди Администратор но вмешивался ли Хала? Нет, это результат проявления вашей собственной природы В этом пространстве вы знаете, что она не смогла бы этого выдержать Поэтому вы инстинктивно переместили ее У меня нет полномочий вмешиваться в ваше подпространство Он сразу понял, что только трансцендентное существо могло выдержать этот экстремальный свет Даже Коншенхек не смог бы этого вынести, если бы не его легкое мастерство Но, более того, ты читаешь мои мысли, это то, что ты тоже можешь сделать Чтение чужих чувств или поверхностных мыслей с помощью духовной силы Нет, конечно, если бы он сосредоточил свою духовную силу Он мог бы смутно читать чувства других людей Однако ему никогда не приходило в голову пытаться использовать его для чтения чужих мыслей Даже фрагментарных способностей Гало даже не были сравнимы с его собственными Между ними существовала разница в существовании, которую никогда нельзя было пересечь Не так уж приятно читать мысли Ха, Коншенхек обладал сильным умом наряду со своим телом, которое могло выдержать холоногия Но гея, ты, кто ты, создатель, ну, теперь я могу тебе сказать Может быть, он до сих пор не мог этого сказать Существование гея было бы нелегко принять, даже будучи членом вселенной героев Возможно, некоторые из вип-членов даже не знали, кто такой Хала К сожалению, я не творец, я просто администратор другого типа Другой тип, да, Анвил тоже знает систему гея Верно, вы также видели мои терминалы Я управляю своими силами, распространенными во многих измерениях Чтобы контролировать миры, которые имеют контакт с Маной Ха, ему показалось, что в него ударила молния Он не узнал его из-за другой формы, но терминал в Циксенон У него была та же базовая структура, что и у дерева в Миротазе Если бы он проанализировал дерево в Миротазе еще немного более агрессивно Возможно, он понял бы это раньше Конечно, Хала бы этого не допустил Так правильно ли говорить, что я старший Или, может быть, правильно сказать, что я единственный администратор Вселенной без Вселенной Героев Хотя теперь он движется вместе с ним Кто-то может спросить, какую чушь он имел в виду Но Коншенхек понял правду Он обсуждал различия между да и после рождения Ермунганда Ореол, древнее трансцендентное существо Построила систему Гая, чтобы защитить порядок в бесчисленных мирах Однако, поскольку Вселенная Героев была построена вне законов времени и пространства Он больше не был уникальным Итак, я далеко не такое великое существо, каким ты меня считаешь Я всего лишь администратор неполной системы Ореол Слова Хала были подтверждением будущего Которое предвидел Коншенхек Несмотря на то, что он запретил это Слова Хала потрясли его гораздо глубже